Рэкет На странице 76 протокола Вы говорили, что были вовлечены в преступную организацию обвиняемыми по этому процессу. Расскажите суду, как было дело? Прежде всего я подтверждаю то, что заявил следствие. В 1985 году я сидел в тюрьме, где познакомился с людьми, которые предложили мне вступить в организацию единой священной короны. Скажите, здесь присутствует кто-нибудь из этих людей? Вот они. Биаджи Капоторто. Он был главой организации. Рико де Белис. И Винченцо Груммо. Пожалуйста, расскажите суду, как происходило посвящение. Это было ночью. Караул только закончил обход. Они меня ждали. Повторяй. Я Антонио Каноза. Я Антонио Каноза. Хочу вступить. Хочу вступить. В эту организацию. В эту организацию. Чтобы защищать. Чтобы защищать. Мою семью. Мою семью. И моих друзей. И моих друзей. Я клянусь. Я клянусь. Молчать об этой тайне. Молчать об этой тайне. И беспрекословно подчиняться. И беспрекословно подчиняться. Это наш святой. Так же, как горит он. Так же, как горит он. Сгорит так же. Сгорит так же. Моя душа. Моя душа. Клянусь войти в организацию живым. Клянусь войти в организацию живым. А выйти только мертвым. А выйти только мертвым. Читаю вслух. Клянусь не признавать отца, матери, братьев и сестер до седьмого колена. Клянусь кровью, хранить верность членам этого общества и разделить с ними любую участь, как это сделали отцы-основатели. Граф Угалина, Иорентино Ди Руссия и кавалер испанского ордена. Клянусь. Теперь сожги. Еще недавно Апуля была нашей землей. Теперь же здесь хозяйничают Каморра и Калабрийская мафия. Они крадут у нас земли. Отбирают работу. Соблазняют наших жен, дочерей. Но наше священное братство связано, как связаны бусинки на четках. Встать, суд идет. Суд приговорил обвиняемого Бьяджи Капаторта к 30 годам. Рико де Беллисо, 30 годам. Я клянусь перед всеми. Слышите вы меня или нет? С этим ублюдком Антонио Коноза, что рассказал всю эту чушь, покончено навсегда. Передайте ему, что с сегодняшнего дня он покойник. Я, Рико де Беллис, клянусь в этом перед всеми. Коноза, ты покойник, дерьмо. Слышишь? Ты сам подписал себе приговор. Подлец! Суд приговорил Винчанца Грума к 3 годам лишения свободы с учетом предварительного заключения. Телерадио компания РАИ представляет фильм Джованни Ди Клементе с участием Микеле Плачеда. Рекорд. В ролях Фьюренце Маркеджани, Массима Бонетти, Джузи Катальда, Стефан Данаилов, Адриана Папалардо, Дарио Домбрози, Николь Гримауда, Альбертино Джиминьяни и другие. Сюжет Франко Феррини и Джованни Роммали по замыслу Микеле Плачеда и Джованни Ди Клементе. Сценарий Франко Феррини и Джованни Роммали совместно с Луиджи Пирелли. Оператор Маурицио Белорко. Композитор Пино Донаджо. Производство клеммы «Чинематографика» совместно с телерадиокомпанией «РАИ». Продюсер Джованни Ди Клементе. Режиссер Луиджи Пирелли. Грибы одну порцию. Мне нужен кофе. Он готов? Я спрашиваю, где же он? Долго еще ждать. Перестань ныть, вот он. Держи, готово. Грибы. Ну вот. Кармине! Присмотри-ка за этим. Ну что, как дела? Все в порядке. Присмотри за бифтексом. Хорошо. Ты его спалишь. Синьор Монзерио. Добрый вечер. Синьора. Добрый вечер. Столик найдется? В большом зале нет. Пройдемте в другой. Саверио. Закрой дверь, холодно. Нет, нет, нет. Спасибо. Ну все, Гойда, я пойду. Послушай, мой сын должен написать об интересных людях города. Он мог бы поговорить с тобой. С каких пор комиссар полиции стал интересным? Пока. Когда придешь? В субботу, если ничего не случится. А что случится? Он знает. Пока. Пока. Устала? Немного. Завтра свадьба на 90 человек. Не то, что нашу. Не помню. Я тогда смотрел на невесту. Ненормально. Ответь. Ответь ты. У тебя голос лучше, изыскни. Ресторан «Ла Мора». Насколько? Ваше имя? Через час. Ресторан «Ла Мора» У меня брат приехал из Египта, а я забыл ему позвонить. Он боксер, его лучше не злить. Лука. Ты кем хочешь быть? Полицейским. А что б хотел ты? Отдохнуть. Добрый вечер. Адамо. По-моему, сейчас не время. Просто мой брат... Это тот, что похож на шкаф? Позвонишь попозже. Пойду посмотрю за мясом. Что делаешь? Лампу Аладдина. А если он из Египта, почему его зовут Адама? Он Адамал. Но мы зовем его Адамо. Потому что так проще. Вы расисты. Привет, Гуида. Минутка найдется? С ума сошел. В такой час. Как дела? Замечательно. А подробнее? Приходи в субботу с утра. Погоди. Значит, сосиски, оливковое масло, ветчина и салями не забудь. Послушай, я подготовлю платежку, забегу в субботу и ты ее подпишешь. А сейчас спешу. Понял? Пока. Что с ним? Ничего особенного. Продолжение следует. До свидания. До завтра. Почему Сандра не зашла в ресторан? Тише. У нее сегодня день рождения. Она ужинает с друзьями. У нас свой ресторан, а она ужинает в другом месте. Просто ты стареешь? Ты забыл, что значит 16 лет? Сидят не с родителями, а с друзьями. И не в ресторане, а в пиццерии. И допоздна. Конечно, если есть парень. У Сандры парень? Да. И кто он, этот парень? Не знаю. Ну, ты хоть это знаешь, а я... Ты что, ревнуешь? Ну, что ты ревнуешь? Я ревную. А меня? Очень. Ладно. Что за что? Снимите наручники Давно пора Нет, не пора На то есть распорядок Садитесь Мне не дали даже умыться Как я покажусь в таком виде жене? Ваша жена здесь? Уже несколько дней Она сняла дом, открыла счет в банке И наладила работу в автосалоне Наша семья всегда занималась машинами Я читал О том, чем вы занимались Это все ерунда Зависть, слухи Италия стала страной слухов Мало делают и много болтают Послушайте Раз болтать вы не любите Как, впрочем, и я Давайте поменьше видеться Разговаривать с вами Сомнительное удовольствие Так что можете не приходить в управление Вот, спасибо Но мы будем заглядывать к вам каждый день Обещаю, каждый вечер после восьми мы будем заходить Включай выходные Днем нет Послушайте, комиссар Мне здесь не понравилось Знаете почему? Здесь очень холодно Наденем пижаму Спокойной ночи Спи спокойно Спокойной ночи Ты что? Пойдем Сомнительное удовольствие Бентор С возвращением Привет Привет Субтитры сделал DimaTorzok Помнишь, ты говорил, что у тебя здесь выемка? Она сейчас здесь Ты говорил, что родился с карманом на спине, чтобы прятать туда пистолет Помнишь? Конечно, я был молод, говорил много глупостей Мы были молоды Нет, ты все такая же Ты что, с дьяволом сговорилась? А я совсем посидел Что ты ему обещала? Хорошо, что есть ты, Лука, Сандра Иногда мне кажется, что все это сказка Чья машина подъехала? Это она Пора бы Да, это она Целый спектакль Иди посмотри Пытается поцеловать твою дочь Она не дается Устопила Знаешь, кто он? Никола Сундарио Лучший вратарь в нашей команде С днем рождения Пока 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 Субтитры 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 Сатурна была права. Вот это ливень. Теперь какое тебе дело? Я смотрю матч. Нет, ты смотришь на вратаря. Ну, он же открылся. Смотри, вон там, видишь? Это тренер из Ювентуса. В прошлое воскресенье он был на нашем матче в Ливорно. Присмотрел кого-нибудь? Он положил глаз на Николу. Если бы все так играли, мы бы вышли в финал. Молодец! Давай! Давай, давай! Браво! Хороший вратарь. А тебя все равно не пустят в раздевалку. И не пытайся. Слышишь? Ну, почему ты такой вредный? Вот уж не повезло папе с мамой. Браво! Извините, меня зовут Раветто. Очень приятно. Это вы отец вратаря? Да. Да. Разрешите представиться? Джероза. Хозяин ресторана Ла Мора. Вы хозяин команды? Нет. Подкармливаю их ради рекламы. Не прибедняйся. Если бы не ты, нашим игрокам был бы не в чем играть. Ваш сын какого года? Восьмидесятого. Он учится? Да, на бухгалтера. Хороший парень. Отличный. Вижу. А вы бы отпустили его в Турин? Мы бы его попробовали. Как это? А если он не подойдет? Знаете, у парня здесь спокойная жизнь, друзья, привычки. Что будет, если... Если не подойдет, пусть хотя бы попытается. Сеньор Джероза, вы меня опередили. Ну что, дадим ему эту возможность? У него есть шансы. Давай, не раздумывай. Ну ладно. Привет. Привет. Что случилось? Ведь мы же выиграли. Говорят, ты едешь в Турин? В Турин? Зачем? Играть в Ювентусе. В Юве? Спасибо. Что ты говоришь? Спасибо. Что ты говоришь? Что я с ним? Он болен. Умирает. Умирает. Я хочу тебя запомнить. А что? Не знаю. Я еще не говорила. Что? Что? Я жду ребенка. Ты уверен? Правда? Я была у врача. Почему не сказала раньше? Хотела проверить. Небеса подарили нам счастье. Я счастлива. А уж я-то как? Мне не верится. Это самая большая радость в моей жизни. Я уже и не надеялась. Будет мальчик, я чувствую. Ты должен быть мальчик. Василий Вы? Трух-ва? Трух-ва IS? Трух-ва. 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 Тыichtig з management, handler- bother. Ты bait пахнет? Ламп. Ты fluent? Ты terms менял? Ламп. Трух-ва. Отвар。 Умирает. Трух-ва. А вы хозяин, да? Можно вас на минутку? Пожалуйста. Слыхали про Аль Капоне? Вы, видно, продаете книги. Извините, я занят. Мы на минутку. Вернемся к Аль Капоне. Мы его друзья. Его почитатели. Аль Капоне это гангстер. И вы его почитатели. Не слушайте, он шутит. А я серьезно. Да кто вы такие? Мы собираем пожертвования. Что? Пожертвования. Мы из благотворительного общества. Собираем приношения. Но в чей фонд? В наш. И наших друзей. Которым надо кормить семьи. У них большие семьи. Много голодных ртов. А учитывая, что у вас есть сын, думаю, вы поймете. Как вы узнали про сына? Мы много знаем. Мы, например, знаем, что вы спокойно могли бы дать нам 10 миллионов сейчас и еще 10 через пару месяцев. Вы плохо информированы. Сейчас у меня нет денег. Я не знаю, как вам помочь. Ничего. Мы придем позже. Я сразу пошел в полицию и все рассказал. Сказал, что у них южный акцент. Еще бы. Эта гадость всегда приходит с юга. Понятно, понятно. Я тоже с юга. Так что не обобщай. Ты прав, ты прав. Ну, понимаешь. Ладно. Что сказали в полицию? Я говорил с комиссаром Тони Мараско. Он сказал, что они были и у других. И уже сожгли магазины тех, кто отказался платить. Знаю. У нас этого никогда не было. Этим ублюдкам мало своей собственной земли. Они заявили суда. Этим ублюдкам мало своей собственной земли. Кто? Полиция. Иду. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Сейчас. Это здесь. Вот. Уже одиннадцать. Спасибо, что не приехали позже. А то мы собирались спать. Сегодня какое число? 14 ноября. Да. 14 ноября. 23.00. Алида, свари-ка кофе. Нет, нет, нет. Мы вас и так потревожили. Что вы. Вы единственная, кто нас навещает. Одну минутку, все готово. Располагайтесь. Нет, спасибо. Знаете, я хочу открыть один секрет. Может, позвать судью? Это его не заинтересует. Моя жена ждет ребенка. Я об этом и думать перестал. Не надеялся. Это большая радость. Она вышла за меня совсем юной. А потом прошли годы. Я был год на свободе, два в тюрьме. В общем, никак не удавалось выбраться. Понимаете? А теперь закон обязывает меня проводить вечера дома. Раз вы приходите каждый вечер, и за это вам большое спасибо. Ведь сыном я обязан вам. В переносном смысле, конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Я нашел их под дверью. Больше ничего? Нет, ничего. Ничего, никакой записки, ничего. Ну, все ясно, яснее некуда. Сейчас они прислали фотографии, а потом... Может быть, все, что угодно. Я позвонил в ассоциацию торговцев. Это уже не первый случай. Вечером мы собираемся, приходи. Ты же входишь в ассоциацию. Не могу. Я занят в ресторане. Алло. Это из благотворительного общества. Решили. Молчите. Вы получили снимки? Да, забыл. Это бесплатно. У меня не хватит людей. Чтобы защитить всех тех, кто подвергается шантажу. Не знаю. Мы не готовы к этому. Неужели нет никаких улик? Никаких. Да, вот что. Его зовут Винченцо Грумо. Некий Коноза. Свидетельствовал против него по делу о единой священной короне. Однако, судьи его выпустили за недостатком улик. Держи. Он отсидел, теперь живет здесь с подпиской о невыезде. Из твоих краев. Ты его знаешь? Нет. Не знаю. Он довольно известен. Владелец автосалона в Саленто. Женат на красавице. Моложе его. Дарио говорил, что у вымогателей южный акцент. Ты не спрашивал не о Пулиське? Как не спросить? Спросил, но он не знает. Послушай, раньше все было спокойно. А как он приехал, начались беспорядки. Не мне тебя учить. Он хитрец, тихонь. Утром идет в салон, вечером домой. Не придерешься. Я проверяю его каждый вечер, иногда даже ночью. А тебе тоже угрожали? Нет. Нет. Вижу. Ты обеспокоен? А кофе я варю лучше. Еще бы. И не только кофе. Пока. Увидимся. Пока. У нас всего 20 человек. Многие оказались в подобной ситуации. Но они не пришли. Я знаю почему. Они боятся. Не доверяют. Мало того. На собраниях и раньше никого не было. Это потому, что мы не привыкли работать сообща. А теперь пора объединиться. Хватит разговаривать. Пора действовать. Верно. Но как? Обратиться в полицию. Она нас не защитит. Почему? Как почему? У нее не хватит людей. Пусть просят. Подкрепление. Да, они обязаны. Не верю я. Извините. Я... Похоже. Надо быть реалистами. Думаю. У нас один... выход. По-моему, мы должны заплатить. Ты заплатил? Расскажи. Да, я заплатил. И мой магазин не сожгли. Мой тоже не сожгли. Да. И скажу вам, я тоже заплатил. Может, это просто хулиганы. Соберут деньги и исчезнут. А если нет? А если в следующий раз они увеличат сумму двое? Это не выход. Так они не оставят нас в покое. Конечно, потребуют больше. Мирелла, подожди. Вика, сеньор Дарио. Да, сеньор Дарио. Я подготовил небольшую анкету. Вопросы очень простые. Например, фамилии и имя. Подвергались ли вы вымогательству и каким образом? Размер суммы. Заплатили ли вы? Хорошо бы это раздать. Я видел там ксерокс. Можно распечатать? Да, да, конечно. Поверьте, выхода нет. Тебя шантажировали? Где ты это нашел? Сегодня утром под дверью. Мы ведь тоже коммерсанты. Кому пришла в голову эта затея? Поразмыслий, дай мне знать. В ассоциации работает одна секретарша. Можно заняться ею. Молодец. Поищи кого-нибудь, кто умеет обращаться с женщинами, но только посолиднее. Эта шантажинка за уроком. Украина. Похоже. Иван. Субтитры сделал DimaTorzok Рико, где же ты? Все готово По лестнице Так, пришли Субтитры сделал DimaTorzok Куда едем? Поезжай Останови Не оборачивайся Слушай, денег у меня нет Есть два варианта Первый Я выхожу, а ты не оборачиваешься Едешь в город Ты обо всем забываешь Второй Ты поворачиваешься, начинаешь выступать И я тебя кончаю Выбирай, первый или второй Первый Ты правильно выбрал Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Держи. Здесь адрес и ключи от квартиры. Грума, не звони. Умница, его телефон не прослушивается. У меня есть номер. Да, верно. Но номер этот забудь. Связным буду я. То следи и жди. Скажи, что мне нужен предатель. Не понял. Ты не должен понимать. Ты должен передавать. Мне нужен предатель. Он поймет. Хорошо. Но завтра... Мы закрыты. Спасибо, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот меню. Выбирайте. Не подходит? Вот что. Уезжайте. Это парковка для клиентов. Принесите бутерброд. Извините, мы не обслуживаем машины. Сеньор Джерозе, придется сделать исключение. В наш бутерброд вы положите 10 миллионов. Вы ошиблись адресом. Нет, нет. Вы хорошо информированы. Кое-что видно и отсюда. Например. Что дела идут? И эта сумма не будет для вас смертельной. Так что подумайте. Мы еще заедем. Привет. Наконец-то. Извини. Поедем на твоей машине. Это она? Давай, я поведу. Я хоть накрашусь. Да ладно, там темно. Ничего не видно. Она не красавица. Это не развлечение. Это работа. Потому и платим. Давай, займись. Добро пожаловать к нам. Живее, не спать. Танцуй все. Чего ты ждешь? Давай. Нет. Знаешь, в чем твоя проблема? Не можешь забыть, что ты дочка Робинера. Нет, в том, что ты моя подруга. Тебе повезло. Пойдем. Ну давай, пойдем. Нет, нет. Я подожду здесь. Ост. Можно. Спасибо. Ты одна? Нет, с подругой. Меня зовут Козимо. А меня Мирелла. Я не здешний. Это слышно? Я так и поняла. А еще что поняла? Так, ничего. Ты одна возвращаешься? С подругой, а что? Жаль. Если бы одна, я бы подвез. Но в другой раз. Пока. Пока. Давайте, ребята, живее! Мирелла! Мирелла! Я просто хотел проверить. Ты за мной уехал? А нельзя? Послушай, я не хочу, чтобы ты надо мной смеялся. Что тебе нужно? Я здесь недавно работаю в полиции и никого не знаю. Ты похожа на наших девушек, но ведь я ничего особенного не прошу. Ладно, только мне пора. Погоди, может завтра? Завтра нет, в другой раз. На дискотеке? Да, хорошо, пока. Пока. Спасибо. Пока. А каким был папа раньше? Он был крутой? Как ты говоришь? А, в общем, да, крутой. Синьора! Какая девочка! Что вам надо? Спросите у мужа. Пошли, Сандра. Подожди, я хочу знать. Что? Кто это? Потом скажу. Здравствуйте. Держи. Иди. Видишь столько народа? Да. Я хочу расширить ресторан. И знаешь как? Сломаю стену склада. Ты согласна? Ну, так будет лучше. Если не считать расходов, согласна. Мечтать не вредно. Алло, ресторан Ла Мора? Да. Гуидо. Тебя. Адам, я сейчас подойду. Да. Синьор Джироза? Да, это я. Как дела? По-разному. И что же вы решили? Понимаете, я... Довольно. Заплатите 10 миллионов? Да. Завтра в полночь. Мне так удобнее. В полночь как золушка? Да, или тебя устроит злой волк? Они объявились. Знаю. Откуда? К нам утром подходили. Напугали. Как? Сказали, ты знаешь, о чем речь. Я все поняла. Ты заплатишь? Не знаю. А мое мнение ты спросил? Мы компаньоны? Ах да. Конечно. Кофе. Сейчас. Адамо. Твой брат боксер. Да, я все. Ты с ним не поможешь. Это за сверхурочные? Да. Плачу вдвойне. Пастер. Хватит. Ладно. Оставим тебе пальцы. Подумай на досуге. А? Мы вернемся. Входи. Нам надо поговорить. Это о вчерашнем? Да. Ты вела себя правильно. Не испугалась. Это может повториться. Ты слышишь? Да, я провожу тебя в школу. Могу я выйти с друзьями? Не знаю. А с Николой? Не надо бы. А полиция? Полиция не может защитить весь город. Но можно рассказать об этом друзьям? Нет. Не надо. Это опасно? Не знаю. Что ты учишь? Историю. Помочь с датами? Мама сказала, что ты был крутой. Так и сказала? Да. А кем ты был? Когда? Когда вы встретились. Я искала по всему дому, но не нашла ни одной фотографии или письма. Я только поняла, что тогда ты не работала в ресторане. А где? Мне пора. Потом расскажу. Счастливо. Почему ты решил, что договоришься? Да это просто хулиганы. Им хватит того, что я дам. Так. А если бандиты? Иди домой. Успокойся. Все под контролем. Иди. Пока. Пока. Синьор Гуидо. Это мой брат. Здравствуйте, синьор Гуидо. Я Яссер. Хорошо. 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 КОНЕЦ Привет. Не хотите вина? Пошли. Ладно. У меня есть отличное вино. Осторожно, ступенька. Немного высоковато. Здесь много вина. Но марочное получше. Под замком. КОНЕЦ Вот. Это вам мой ответ. А теперь вон. Быстро. Быстро. Слава Богу, все обошлось. Ты что делал до приезда в Италию? Изучал историю религий. Кто бы мог подумать? Да и вы не похожи на владельца ресторана. Откуда такие удары? У меня черный пояс. Но это было давно. Правда. Спасибо. Большое спасибо. Чем тебе помочь? Возьмите его на работу. У него вид на жительство кончается. Он тоже хороший повар. Очень хороший повар. А ты молодец. Боксер, повар. Знаешь, приходи. Но только по вечерам. А теперь выпьем вида. Оно особое. Да, ну вам нельзя пить? Ну, если особое, можно. Ясно. Гуида? Да. Все в порядке? Да. Сколько ты дал? Мало. Какая ты красивая. Пойдем спать. Ты устал? Нисколько. Папа, дети умирают. Дети? А что? Я не хочу умирать. Да ты что? Сандра говорит, что у нас есть враги. Сандра, ну я ей покажу. Это правда? Нет. Но если к тебе подойдет кто-нибудь незнакомый, сразу скажи мне. Обещаешь? Да. Точно? Да. Молодец. Пойдем. Папа, когда я вырасту, я буду полицейским. Буду арестовывать плохих людей. Но ты же хотел быть, как это, ковбоем. Я передумал. Пока. Пока. Папа, пока. Папа, пока. Что это? Ты об этом? Так я же полицейский. Меня недавно перевели. Можешь потрогать? Он на предохранителе, не бойся. Нет, убери. Ладно. У тебя же отец карабинер. Да. Знаю, что я здесь, мне конец. Это потому, что я полицейский. Но полиция уже давно не соперничает с карабинером. Отец человек старой закваски. А ты современная девушка? С тобой да. Субтитры создавал DimaTorzok Тебе дать мой номер? Да, давай. В комнате телефона нет, но хозяйка подзывает, когда кто-то звонит. Да, я напишу. Тебя шантажировали? Если да, каким образом? Что это? Анкета. Тебя это заинтересовало? Конечно. В городе орудует банда. Они вымогают деньги у владельцев лавок, ресторанов и у всех предпринимателей. А это что? Это написал один из тех, кто не хочет платить. А наша ассоциация пытается ему в этом помочь. Хорошо, что такие находятся. Когда я был в Катании, лавки взлетали на воздух. Одна за другой. Требовали по 10 миллионов, представляешь? Надо же. А кто автор? Владелец магазина? Нет склада, что при самом въезде на автостраду. Представляешь? Мне пора, любимый. Парень продолжает ухаживать за секретаршей. Как только знает новые имена, сообщит. Пора действовать силой. Первый в списке Дарио, владелец склада. А вторым, если станет чудить, будет владелец ресторана. Иди к Рико. Скажи, что сегодня его вечер. Куда? На дискотеку? Я же говорила, отец против. Но надо отметить, я прошел пробу в Ювентус. Поздравляю. Поздравляю. И это все? А что, выразить соболезнования? Таким тоном. Я только туда и обратно. Турин недалеко. Нельзя отказываться. Конечно, для начала меня возьмут в команду юниоров. Но через это все проходят. Понимаешь? Понимаешь? А ты что, ревнуешь? Неужели ревнуешь? Я? К чему? Тут пришли. Подожди. Подожди. Вам что? Я сантехник. Отец ничего не говорил. Его нет. Где у вас туалет? Хорошо. Пойдемте. Это там. Сандра, не занимай телефоном. Я жду звонка. Все нормально. Все нормально. Неполадки здесь. Смотри. Никола! 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 Что случилось? Только не ноги. Никола, ради бога. Что там? Алло. Папа! Папа его убивают. Никола! Что такое? Никола! Папа! Никола! Ты куда? Куда? Папа! 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 Подожди! Возьми меня. Подожди! Ублюдки! Ублюдки! Никола! Никола! Капа! Капа! А-а-а! А-а-а! Николай! Николай! Ответь! Николай! 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 Дай мне маму! Это я! Слушай! Николай! 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 Его изуродовали Били специально по ногам По ногам Вот видишь, что получилось Они взялись за Николу Я же говорила, это опасно Дарио, я пойду Сандра перепугалась Она была у телефона Слышала крики Пока Да, звонили из Ювентуса Зовут в Турин Сказал тоже Зовут Не надо поискать другого вратаря Перестань В мире существует не только мяч У него вся жизнь впереди Жить хромым Хромым, да Эти сволочи ничем не рисковали Они знали, куда бить А могли убить Могли убить И в следующий раз убьют Если я не заплачу Ведь могли убить Перестань Они же предупреждали А я не послушал Никогда себе этого не прощу Никогда Дарио, не стоит об этом говорить Нет, стоит быть Мне надо разрядиться Выговориться Понимаешь? Ну ладно Если Эстер не права То прав ты Сказать, что я думаю? Да Им нельзя потакать Тебе легко Ведь это не твой сын Ты не имеешь права так говорить Чего ты от меня хочешь? Что? Хочешь платить? Плати И без толку В следующий раз Еще не то сделают Злишься на кого-нибудь? Злись Но не на меня Лучше на себя То, что произошло Ужасно Но ты думай, Дарио О чем? Не знаю, о чем и думать Что делать? Что делать? Что делать? Субтитры сделал DimaTorzok Мара Мара Возьми лук Я подойду Да Алло Кто это? Что вам надо? Что надо? Что вам надо? Будь осторожен Знаешь? Огонь обжигает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С участие С участием Микеле Плачеда Рэкет В ролях Фьюренсо Маркеджани Массимо Бонетти Джузи Катальда Стефан Данаил Адриана Папалардо Дарио Домбрози Николь Гримауда Альберто Джиминьяни Катерина Вертова И другие Сюжет Франко Феррини И Джованни Ромола По замыслу Микеле Плачеда И Джованни Ди Клименте Сценарии Франко Феррини И Джованни Ромола Совместно с Луиджо Перелли Оператор Маурицо Делорко Художник Лучано Спадони Композитор Пино Донаджо Производство Клеймичи Немного графика Совместно с телерадиокомпанией РАИ Продюсер Джованни Ди Клименте Режиссер Луиджо Перелли Никола 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 Эти господа из полиции Привет, Никола Как дела? Раньше чувствовал себя лучше Доктор сказал, чтобы его не слишком беспокоили Всего пару вопросов Человека, который это сделал, ты раньше видел? Он водопроводчик Я его не знал Водопроводчик? Он сказал Что его вызывали Он был в комбинезоне С чемоданчиком Как у всех водопроводчиков Я попался как дурак Мог бы ты узнать его? Я буду помнить его всю жизнь А этот человек, Никола Сказал тебе что-нибудь? Угрожал тебе, твоей семье, отцу? Нет Нет Помнишь, чем он тебя ударил? Да Это такой молоток С гвоздодером Ну, конечно Такими работают сапожники А, папа Да? Ну, говори Я ожидал звонка Из Турина Тебе ничего не сообщили? Еще не звонили Тогда Позвони ты Да, я позвонил Не беспокойся Помимо вымогателей Кто мог напасть на вашего сына? Что значит помимо вымогателей? Ну, ведь я же сказал, что мне угрожали Поскольку я отказался платить Ведь я с вами говорил Вы помните? Мы тогда же сделали заявление в полицию Да, да, помню Что вы сделали за это время? Ничего А преступники продолжают свои грязные дела Доказательства вон там, вы видели Мы хотели только уточнить Нет ли у него других врагов Скажем так Врагов? О чем вы говорите? Послушайте, Даррио Нам известно, что несколько лет назад Вы создали кооператив, дававший суды Да, верно Но только его членом Так что же из пострадавшего Я становлюсь обвиняемым? Кое-кто говорит, что деньги Сужались не только членам кооператива Нас было 28 членов Так, все торговцы и ремесленники Мы создали общий фонд Который могли использовать Только входивший в кооператив Каков был конец этого общего фонда? Мы его закрыли От него было мало толку Но я не понимаю Почему вы вытаскиваете на свет Эту старую историю Вместо того, чтобы задержать этих ублюдков Ловите их, а не меня Постарайтесь понять нас Мы должны проверить все варианты Не упустить ни единого следа Бандиты вам могут быть благодарны Пока вы прорабатываете все варианты Они режут на куски детей Молодцы Расследуйте дальше Я позвоню в Рим Скажу, что нам не хватает людей Попрошу подмоги Эта публика не шутит Не очень ты рассчитывай В министерстве куча проблем Я все равно попробую Ну, в общем, мы хорошо сделали Взяв под наблюдение этого грума Может быть, это и совпадение Но все началось, когда он появился здесь Может быть, наблюдение за этим дерьмом На что-нибудь и выведет Субтитры создавал DimaTorzok Наш водопроводчик знает свое дело Заслуга также и Козима Ну, тот, кто клеит секретаршу С ассоциацией коммерсантов Страшна, как ведьма Хлеб надо зарабатывать в поте лица Ты вот трудился когда-нибудь в жизни? Я не знаю Я учился Ну да Конечно Ты учился Мог бы стать адвокатом И получать гроши А ты вот здесь Потому что ты прошел хорошую школу Не понимаю Хочу сказать, что ты здесь Рядом со мной Как когда-то был при Анжелах Капаторта По одной причине Чтобы научиться управлять Нет, я здесь для того, чтобы научиться подчиняться Иногда это нелегко Отличный ответ Скромный Правильный Браво, Эрнесто Вижу, что у тебя большое будущее Сейчас и у сицилийской, и у неаполитанской мафии трудности Но законом Если мы будем действовать осторожно и с умом То наверняка наступит наш момент Великий момент А ремонт водопроводов будем продолжать? Лучше подождать Конечно, надо все время держать их в напряжении Надо, чтобы все эти торговцы сидели тихо Начиная с того Гуида Того самого из ресторана А если они не будут сидеть тихо? Тогда снова вызовем аварийную Скажем, что кое-где протекают трубы Это все Субтитры делал DimaTorzok Вот эта комната Давай, входи ты, я подожду Поздоровай с ним потом Иди Никола Сандра Привет Я вот тут тебе принесла Спасибо Отвернись, если не хочешь смотреть Мне будут делать укол Ну вот и все Как ты? Можешь больше не волноваться Я не поеду в Турину Ну что, ты не выходишь? Он мне сейчас сказал, что он не поедет играть за Ювентус Но я вовсе этому не рада, папа Я знаю, Сандра Понимаю тебя Видишь ли, Никола сейчас очень мучается И видит все в черном цвете Но когда выйдет из больницы, это пройдет Это естественно Не знаю, папа Он был очень взвинченный Это история, если ее не прекратить Всех нас выведет из себя Но мы с тобой не должны этого допустить Ты обещаешь, что успокоишься? Обещаю Дай Ну, давай Субтитры сделал DimaTorzok Он прямо свалился Не проснулся, даже когда я надела на него пальто Наш малыш Почему ты повернул на другую улицу? Ведь так дальше Гуида, что происходит? У нас на хвосте какая-то машина Машина? Да, правда Что им нужно, папа? Не знаю Кто это? Скорее, они обгоняют нас Скорее, как скорее? Что им нужно? Он сейчас врежется в нас Гуида, что ты делаешь? Мара, помолчи Ах ты, сволочь Мама, что такое? Ничего, ничего Спокойно, спокойно Я хочу спать Когда мы приедем? Скоро, уже почти приехали Вот негодяи Осталось немного, Лука Уже почти приехали Осторожнее Огонь обжигает Держись подальше Я хочу Я хочу Держи. Что ты делаешь? Сегодня вечером тоже выходишь? Да, папа, но по работе. Как в такое время? Ну, словом, в ассоциации торговцев будет собрание. Будет много народа, и секретарь попросил меня прийти и помочь ему. Вот я и иду. Это из-за того парня, которому перебили ноги? Да, из-за него. И всех других, кого шантажировали. Мирелла, пожалуйста, дай воды. На, возьми. Спасибо. Да, такого не случалось, когда я служил карабинером, пока этот несчастный случай не вынужден у меня уйти. В остальной Италии, конечно, все могло быть. Но только не здесь. А сейчас кажется, что здесь, как и во всей Италии. ГОЛОДИО СИГНАЛИН ГОЛОДИОМ Эта сказка о собрании уже сработала. Поэтому, когда оно на самом деле будет, придётся опять что-то выдумывать. А когда будет на самом деле? В четверг вечером. Ну, прости, ты уже не девочка. Отец что, проверяет каждый твой шаг? Ты его не знаешь. Он служил в карабинерах. Потом что-то случилось во время его дежурства, и его отправили на пенсию. А раньше он всё время был на службе. А почему бы тебе не жить отдельно? Если с тобой. Со мной? А почему бы и нет? Я тебе уже говорила, мне не нравится, когда надо мной смеются. Я не смеюсь над тобой. Поклянись. Клянусь. Следующее собрание в четверг вечером. И что ещё она тебе сказала? Чёрт, из-за тебя и ошибся. Слушай, Казанова, спокойнее. У тебя самая лёгкая работа. Всего-то поймать на крючок девочку. Ну и как, удалось? Ну, конечно, иначе ведь она тебе не сказала бы кое-чего. Это моё дело. Ну, конечно. Должна быть страшная жертва. А тебе какое дело? Я делаю свою работу, и ты сам мне говорил, верно? Что с тобой, ты нервничаешь? Ты не наболтал лишнего? Смотри, если она о чём-либо догадывается, то мы все в дерьме. Не волнуйся, она ни о чём не догадывается. Наивная детка верит мне. Ишь ты какой, орёл. А ты в этом сомневался? Собрание намечено на четверг, на вечер. Кажется, эти торговцы настроены по-боевому. Секретарь же сказала ему, что их соберётся много, и они не намерены отступать. Ну, тогда позвони Рико. Для чего? Чтобы пригласить его. Скажешь, что в ассоциации торговцев в четверг вечером будет масса народу. Ему будет приятно. Я его знаю с детства. Ему очень нравились праздники там. Внизу оркестрик, толкотня. Скажи ему, что в четверг вечером можно туда пойти и развлечься. Нет, не звони с этого телефона. Полиция его прослушивает. Позвони с улицы. Позвони с улицы. Полиция. Уезжай за ним. Позвони с улицы. Позвольте позвонить, я недолго. Как угодно, пожалуйста. Мама, это ты? Да, я. Собрание в четверг вечером. Буду обязательно, сынок. Может, не поедешь в ассоциацию? Наверное, все кончилось? Нет, все еще там, и надо пойти, чтобы показать, что нас не так мало. Иди в дом, холодно. Гуида так не может продолжаться. Кажется, мы на осадном положении. Да, мы на осадном положении. Я понимаю, но Лука перестал нормально спать. Лука понимает, что происходит. Да, и он беспокоится. Я не проходил курс детской психологии и не знаю, как себя вести в подобных случаях. Ну, и ты тоже не знаешь. Это Сандра рассказала все о Луке. И хорошо сделала. Что за черт? Они мне прокололи шины. Что происходит, Гуида? Сначала Никола. Потом те, на машине. Телефонные звонки. И вот, колеса. Я боюсь. Спокойно. Не паникуй. Мы должны держаться, и нам не надо ссориться. Хорошо? Да. Извини. У меня магазин садового инвентаря. Позавчера мне сожгли витрину. Я очень испугался. Но сейчас, когда нас много, когда мы организуемся, сейчас будет не так страшно. Правильно. Пора окончать с этим. Мы должны это остановить. Пожалуйста, дайте закончить. Потому что, заплатив им раз, мы будем платить им и дальше. До полного разорения. Мы должны будем все распродать. И вот тут-то они явятся и скажут, мы пойдем вам навстречу и купим все. Или предложат нам кредит. И если мы согласимся, то они заберут все. Это проверенная система. Так делали и в других местах. Один раз заплатишь, а они потом заберут все. Именно так с тобой будет. Я владелец антихварного магазина. Ко мне они еще не приходили. Но сейчас я здесь, чтобы выразить солидарность отцу парня, которого они избили. Я хотел бы пожать ему руку, но, к сожалению, я не знаю его. Да, сегодня отец его не пришел. Ничего, вы передадите ему то, что я сказал. Я хочу, чтобы вы знали, что я беру с него пример и не думаю уступать. Спасибо. Слово предоставляется Де Андрейс, владельцу старейшей в нашем городе гостиницы. вы все знаете синьора Де Андрейс. Все будет хорошо. Да, сегодня тебя искал Гуида. Он просил передать, что вечером пойдет на собрание ассоциации торговцев. Хотел знать, пойдешь ли ты. И что ты ему сказала? Ничего. Сказала, что передам тебе. Я не думала, что именно сегодня вечером оперирует Никола. И еще, сегодня вечером был звонок. Это были они? Да. Они сказали, что хотели бы получить деньги сегодня вечером. Ну, а ты? Сказала, что мы согласны. Как это? Все просто. Передай им это. Что ты делаешь, Эстер? Это мои сбережения. Ведь дело касается и меня. Я ведь тоже член семьи. Давай, бери. Но почему ты это делаешь, Эстер? Зачем? Потому что люблю тебя. То есть, тебя и Николу. А сейчас иди. Мне недавно исполнилось 60 лет. Я честный человек. И я сказал себе, я не изменюсь. Эти преступники на наши деньги покупают оружие, наркотики и прочее. Я пошел в полицию и сообщил о вымогателях. А сейчас посмотрим, что будет. Представляю слово вон тому сеньору. Ты знаешь этого человека? Нет, не знаю. Можно? Пожалуйста. Ты сказал, что сообщил в полицию. И сказал, посмотрим, что будет. я знаю, что будет. Вот что будет. Я вам есть снюю, если вы еще не поняли, что будет. Поговорил, а теперь слушай, что я тебе скажу. Ты будешь иметь прекрасную возможность получить пулю в голову. и тогда тебе никто не поможет, дорогой хозяин гостиницы. Понял, что будет. А вы там, внизу, тоже не поняли, что происходит. Заткнитесь! Молчите и не двигайтесь. Это публика мне действует на нервы. Это плохо, уверяю вас. Но прежде чем уйти, я растолкую вам, кто мы такие. для начала сделаем так. Ты, оратор, выходи! И запомните, мое слово последнее. Спокойно. Не двигайся. Можешь встать? Сейчас я вызову скорую помощь. Что-то там застыло, Альда. Помоги мне. Не волнуйтесь. Мы поможем вам. Осторожнее. Поднимем его. Держитесь. Да, стоило появиться волку, как вы все превратились в овечек. Немного же вам нужно. Спокойно. Мы мирные люди, коммерсанты, ремесленники, лавочники. Мы не привыкли. Не привыкли к такому насилию. Как он узнал о собрании? Ведь никто, кроме нас, не знал об этом. Должно быть, кто-нибудь им сообщил. Наверное, в ассоциации есть их человек. Полиция! Срочно в ассоциацию торговцев! Скорую помощь! Скорее! Успокойтесь. Поехали! Поехали! Анна, давай, Анна! Да, патрули готовы. Я же говорил тебе, эта публика не шутит. Эксперты подъедут прямо в ассоциацию. Хорошо. Кто-нибудь из вас сможет описать его? Тихо! Не говорите все разом! К счастью, мы только сломали руку. У вас нет никакой версии. Еще рано? Дайте нам время для расследования. Он не хотел платить. Теперь у нас нет выбора. Спокойной ночи, Сильвее. Тебе тоже, Мирелла. А, Гуида. Если бы ты пришел пораньше, ты увидел бы такое? Я все знаю. В следующий раз будет хуже. Сильвия! Ну, куда она делась? До свидания. Пойдем. Отстань! Я и сама могу идти. Кто его запомнил, явитесь в полицию, чтобы помочь нам сделать его фоторобот. Дарио! Что с тобой, Дарио? Что случилось? Это ты. Один из тех, кто хочет быть героем. Молодец. Ты выпил? Совсем чуть-чуть. Ну, где же будет это секретное собрание? Собрание закончено. Жаль. Я опоздал, потому что оперировали моего сына. Как он? Не знаю. Его еще режут и сшивают. Посмотрим, Гуида. А сейчас кто может это знать? Я провожу тебя. Гуида, знаешь, почему я опоздал? Я заплатил. Понимаешь? Пошел и заплатил. Теперь у меня все в порядке. Все в порядке. Веришь мне? Не верю. А почему? Одним налогом больше, одним меньше. Какая разница? Почему ты это сделал? Почему? Потому что все давят на меня. СТР, мой сын, и даже полиция. Вытащили древнее дело и клеят его мне. Понимаешь? После всего, что я сделал, хороша благодарность. И я решил, решил, пусть все катится к черту. Провались, все пропадал. Я правильно сделал Гуидо, я провожу тебя до дома. Оставь меня в покое, сеньор Моралист. Не смотри так. Я знаю, что ты думаешь, но ты ошибаешься. Я не уступил им Гуидо, не сдался. Да, да, я заплатил. Но я сделал фотокопии всех банкнот. смотри. Что это такое? Их нельзя терять. Помоги мне, Гуидо. Скорее, соберем их. Я должен передать их полиции. Они тебе ничего не дадут, эти твои фотокопии. Откуда ты знаешь? Знаю. Ну, черт с ними. Главное, я совершил поступок. Это главное. Верно, Гуидо? Главное, поступок. Я провожу тебя домой. Ну, пошли. Мы им покажем этим сволочам. Они думают, что могут делать все, что захотят. Они поймут, с кем имеют дело. Да, да, конечно. О, Дарьо. Эстер. Пока, Гуидо. Ты настоящий друг. Спокойной ночи. Я не пьян. Я не пьян. Анна. Не думай об этом. Думай только о сыне. Благодаря Богу, операция прошла успешно. дарьо. 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 Дарьо, ты не одинок Потому что у тебя есть я Есть я Благодарю вас Как дела, сеньор? Адвокат, там в глубине есть столик, устраивайтесь Марио, проводи адвоката Ла Моро, добрый день Мне говорят, ты делаешь глупости Это может тебе дорого стоить Оставь-ка завтра вечером часиков в одиннадцать Двадцать миллионов наличными В ящике для мусора На улице Карелли Речь шла о десяти Раньше мы думали, что ты ведешь себя как следует А теперь мы так не думаем Двадцати у меня нет Найди Кто ты? Спроси у своих приятелей Из ассоциации Они меня знают, я представился им вчера Хорошо Я приду Конечно, придешь и один, понятно Один Жду Соро Соро Важно взять их в момент передачи денег Это очень подходящий момент Поэтому я сделал вид, что согласился Будем действовать быстро И все должно выглядеть как случайное совпадение Я не хочу подвергать опасности ни себя, ни мою семью Договорились? Вы должны сказать, что следили за ними Будь спокоен, Гуйдо Постарайтесь, чтобы они вам поверили Что-нибудь еще, начальник? Заставьте их говорить Постарайтесь выйти на тех, кто руководит им Мы развяжем им языки По-хорошему, конечно Хорошо Но не забудь вернуть деньги Это в первую очередь Я не могу терять двадцать миллионов? Не потеряешь Возьми и эти Что это? Фальшивые деньги Ты что, сошел с ума? Послушай, Гуйдо Я тебя ни о чем не просил Ты сам предложил это Я стараюсь помочь тебе, как могу Фальшивые деньги Это дополнительный риск Знаю Ладно, давай Но поверх каждой пачки я положу настоящие Ты не против? Ладно Знаешь, Гуйдо Ты бы должен быть полицейским Всего хорошего До свидания Не забудь газету Все будет хорошо Не обманывай меня То есть? Тебе нравится это? Мне же вовсе не нравится Но мне не нравится так же, что эта публика Ломает ноги хорошим парням И стреляет в наши Для этого есть полиция Полиция не может всего Я просто ощутил себя гражданином Нет Ты возвращаешься в прошлое Но сейчас есть дети Они здесь Это раньше мы с Сандрой жили в Генуе А ты за тысячу километров от нас Я обещаю тебе это в последний раз Я уже от тебя это слышала Неужели ты не понимаешь, что напрасно рискуешь своей жизнью? Ладно Успокойся Никуда не выходи Я заеду за тобой и детьми Будь осторожен Нет, Лука, нельзя Почему? Потому Будьте осторожен Играет музыка Вот он Гуидо! Куда ты в такое время и в такую погоду? А ты что тут делаешь? Ничего, я здесь случайно увидел тебя Это Дарио? Что он тут делает? Ничего не понимаю Слушай, я тут жду одного человека Уйди, пожалуйста А что ты тут должен делать? Кого увидеть? Понятно, пришел платить Прекрати, Дарио Объясню в другой раз Если ты пришел платить, должен сказать мне Да, пришел платить Уходи отсюда КОНЕЦ КОНЕЦ Одиннадцать Прекрасный вечерок для встречи Нельзя даже включить обогрев Ребята, вы готовы? Берем их Ты готова? Да Давай Полиция, вон из машины Полиция, стоять! Руки вверх! Повернись! Не вздумай шевелиться Давай газету Ну, живо! Я это нашел! Нашел! Что это? Деньги? Это не мои Я же сказал Конечно, ты их нашел Держи руки вверх! Что это? Наркотики? Это что? Похищение? Ничего не знаю Я здесь ни при чем Повернись! Ты арестован! Вперед! Денег слишком много Чтобы найти их В мусорном ящике В мусорном ящике на кразах В мусорном ящике А когда тебе снимут гипс, ты будешь бегать. Конечно, нужно время. Ну, увидишь, все быстро пройдет. Осторожнее на тротуаре. Хорошо. Держишься? Да. Я помогу тебе сесть в машину. Я сам. Никола, привет, Дарьо. Привет. Привет. Наконец-то тебя выписали. Осторожней. Так. Ты доволен, что сам ходишь? Очень, но я должен... Я должен еще привыкнуть. Скоро ты их просто выбросишь. Дай Бог. Верь мне. Что будет дальше? Ты его видел? Садись. Ты сделала себе хвост? Тебе идет. Ты очень миленькая. Спасибо. А ты мне нравишься вот таким, непричесанным. Эстер мне очень близко. Ты понимаешь, что я хочу сказать. А сейчас еще проблема с Николой. Ведь грех влюбляться в сестру с жены. Грех – это тайна. Хорошо сказано. Я слышал эту фразу в одном фильме. Будем всегда друзьями. Конечно. Зачем ты спрашиваешь? Прости меня за тот вечер, я слишком много выпил. А потом выпил я. Нет. Я знаю, ты не пил. Я должен идти. Проводишь Сандру? Ну, конечно. Привет, Никола. Сандра, вернешься с Дарио. Чао, Никола. Чао, папа. Спасибо. 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 Ты устала? Немного. Не волнуйся за меня. Гинеколог сказала, беременность протекает нормально. Пока ничего не заметно. Винченцо, что случилось? А что? Ты весь вечер очень странный. Какая-нибудь проблема? Можешь сказать мне, это из-за тех двоих, которых арестовали? Они заговорили? Нет. Я знаю, что они молчат. Во всяком случае, пока. А так, кто знает. Они еще молоды. Я беспокоюсь о деле, которое я начал. Сначала все шло хорошо. И вот это. Нам нужно спокойствие. И тишина. Известно, кто разболтал? Разболтал. Но ведь, если полиция их взяла, значит, кто-то из ребят ненадежен? Или кто-нибудь из торговцев устроил западню? Не думаю, чтобы у них хватило смелости после того, что сделал Дебелес. Он пошел в ассоциацию и попугал их. Может, недостаточно попугал? Ну, вот и Гестапа с постоянным контролем. Сиди, я сам их встречу. Да, иду, иду. Иду. Сиди, я не знаю. Уже закрыто? Жаль, хотелось бы пострелять по Феррари. Шучу, шучу. Приходите завтра, мы закрываемся. Завтра нет, мне хочется сегодня. Можно тебя пощупать? Что ты делаешь? А ну-ка, убери руки. Я каждый вечер прохожу здесь и смотрю на тебя. А ты почему на меня не смотришь? А ну-ка, убирайся к чертовой матери. Дерьмо. Пошел. Ты что, ее папенька? Нет. Она какого черта? Любовник ее, что ли? Мой отец сказал тебе, чтобы ты убирался. Нам не нужны здесь такие, как ты. Свинья. Я его уже видел, стоял и смотрел. Должно быть просто маньяк. Ладно, я пошутил. Я же сам это сказал. Вообще, вы очень нежная публика. Мы всего-навсего люди, которые хотят, чтобы их уважали. Исчезни. Еще раз увижу, разобью тебе голову. Ладно, ладно, спокойно. Нельзя даже поухаживать за красивой синьериной. Ваше заведение мне напомнило юность. А вы двое тех, что приходили в наше селение. Когда я был ребенком? Просто она похожа на мою мать. Папа, я выключаю. Подожди, проверю только крюк у сиденья. Папа, я выключу. Эттори Какого черта? Останови ее Что там у тебя? Эттори Ты слышишь меня? Эттори Останови эту чертову карусель Ты хочешь убить меня? Эттори Неплохо Две отбивных и одна телятина Вам порезать? Отлично, знаешь Пришли мне эту телячью косточку Будет исполнено, сеньор Гуида До свидания Сеньор Гуида, посмотрите, какие апельсины Они мне не нужны в другой раз Здравствуйте, сеньор Гуида, как дела? Хорошо, а как вы? Спасибо, это Козима, мой друг Очень приятно Заидно Вы простите нас, мы спешим Давай, Мирайла, скорее Я поставил машину во втором ряду Хорошо, тогда до свидания, сеньор Гуида Чего ты спешишь? И потом, вовсе не правда, что мы поставили машину во втором ряду Просто мне не хочется заниматься болтовой Значит, я не могу тебя представить тем, кого знаю Если я захочу с ним познакомиться, то пойду пообедать в его ресторан Откуда ты узнал, что у него ресторан? Ну как откуда? Не ты ли мне это сказала? Я нет Если у него нет ресторана, тогда зачем ему 10 килограммов масла? Это верно Ну вот, ешь Как дела в школе? На гимнастике одна девочка сломала плечо Бедняжка Лука, поставь на место стакан И ешь Я же съел в школе завтрак, который купил папа Сейчас он узнает, что почем твой отец Он ушел, спустился в подвал Хорошо, я скажу ему, как только он вернется Ешь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Войда, входи Давай поговорим здесь Мы похожи на двух старых извращенцев ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но я ничего лучшего предложить не мог Хозяин мой друг И когда я должен встретиться с информатором Прихожу сюда Почему его выпустили? Кого? Ты прекрасно знаешь Одного из тех двоих, что ты арестовал Значит, все, что я сделал, не к черту Спроси у следователя, который ведет предварительное следствие Тот, кого зовут Рокки, остался в камере Поскольку он попадается не в первый раз А этот Диего Чист, поэтому мы и решили его выпустить до суда И сейчас? Сейчас ничего Нет, ты должен дать мне охранника Если я дам его тебе, то должен буду дать всем Из министерства мне дали понять, что я должен обойти своими силами А нас всего четверо И к тому же вчера произошло убийство Увели отца и сына тех, что скрусили Но почему ты просил меня о помощи, если не можешь защитить меня? Это ты просил о помощи И потом ты должен знать Что и почему я должен знать? Гуйда, когда ты был полицейским, дела ведь обстояли не лучше Откуда ты знаешь? Что ты был полицейским? Я всегда это знал Я читал о твоей истории в газетах Тогда много писали Прошло столько лет Кто забудет те фотографии? Машина, тебя в пробоинах Тела на земле, прикрытые простынями Я помню, у одного из ваших не было ботинка на правой ноге Как его звали? Словом, в этой группе вы все были молодцы Вчетвером против той банды Я очень уважаю тебя Уважаю, Гуйда Но ты уж прости Довольно, я не могу больше здесь оставаться В следующий раз встретимся в другом месте Ты должен был посадить владельца этого электронного борделя А вовсе не использовать в своих целях Хе-хе-хе Почему ты не сказал мне, что знал? Думал, что тебе не понравится Поэтому никому не сказал В полицейском управлении я сказал об этом только Анне Значит, ты приходил в ресторан не только потому, что тебе нравились бутерброды? И поэтому тоже Но прежде всего Мне нравилось смотреть на вашу прикольную семью Я наблюдал за тобой, твоей женой Ребятами Может, я приходил к тебе из зависти? Многие семьи живут в мире Что особенного в моей? Ты! То есть? Ты Ты Который отказался от службы, карьеры Только чтобы быть рядом с ними Ну да Я уже давно не мог простить себе Не спал по ночам Я только и думал, как найти и убить Джерарду и других Мне казалось, что несправедливо, что я один спасся Потом я понял, что ошибался Потому что Лука, Сандра и Мара были гораздо важнее Я успокоился Пока сюда не приехал Винченцо Грумо Правая рука Анжела Копоторту По словам Джерарду Вы его выследили? И его, и других Тони, если вас здесь четверо, то и нас было не больше Четверо сумасшедших Я, комиссар Джерарду, Спино и Ламбретто Их больше нет Что вам удалось раскопать? А Анжела Копоторту Все Он получил пожизненное заключение А Винченцо Грумо ничего Он отделался легко от Джерарда Многое знал, и поэтому его убили У тебя есть разрешение на ношение оружия? Нет, Тони Тебе нужен пистолет Для тебя и для твоей семьи Понимаешь? Я завязал с оружием Я видел столько крови Что ты не представляешь Больше не хочу Часто об этом думаешь? Всегда Ну, в общем, это хорошо, что те не знают, кто ты Не знают, с кем имеют дело Но ведь кто был полицейским, остается им на всю жизнь И это ужасно Послушай, Гуйда Не буду настаивать Но если бы у тебя был пистолет Знаешь, что я говорю жене? Что у меня образовалась ниша вот здесь Из-за того, что я его носил Но тогда я служил государству И была причина Причина есть и сейчас Он пригодился бы тебе и твоей семье Нет, должна быть разница между мной и теми скотами Не мне говорить тебе об этом Вы следите за Грумо? Следим, не беспокойся Из-за его вилы Из-за автосалона Следим и за неким Эрнеста Который работает на него Но он чист За ним пока ничего нет К сожалению Пока Чао Чао Звони КОНЕЦ Герардо 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне не хотелось бы, чтобы из-за его выходок на нас след напала полиция. Пусть он как следует вобьет себе это в свою пустую башку. Пусть он успокоится. Он говорит, что если мы отдадим ему того, кто его предал, он ничего не будет делать. Мы дадим ему этого конозу. Я им обещал, но не сейчас. Сейчас надо заставить наложить всех в штаны. Сейчас надо подумать о том типе из ресторана. Его я бы оставил в покое. Он из тех, кто только создает нам проблемы. Какая разница, что он нам не платит? Я спрашивал тебя. Я разрешал тебе говорить? Разрешал? Нет. Нет. Именно. Ты будешь говорить, когда я тебе скажу. Позоверей-ка, для него есть работа. Эрнест. Не обижайся. Так я говорю только с теми, кому хочу добра. Иначе тебя бы не было здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Потом повернете направо и увидите Большой Фонтан. На площади Гарибальди. Сандра. Папа. Кто были те двое, ты их знаешь? Нет, это какие-то незнакомые. Они спрашивали, как проехать, я им сказала. Они только об этом и спрашивали. Ну, ты же не знаешь этот город. Ты что, уличный регулировщик? Я знала, папа, ну что ты. Пойдем, пойдем. Сандра. Я не сержусь. Я не сержусь. Она. Я не сержусь. Я не сержусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 И ДimaTorzok Ресторан «Ла Мора» Это я А, Гуэйдо Мара, луку у тебя? Нет Разве не ты должен его забрать? Да, я поехал, но опоздал и его уже не было Ну, извини, может, он еще не выходил? Ты спрашивал у учительницы Вот что, жди меня там, никуда не выходи Гуэйдо, что происходит? Мара, не знаю, как сказать, кто-то испортил мою машину Поэтому я опоздал в школу, и его уже не было Боже, Гуэйдо, что ты говоришь? Где лука? Где лука? Куда мы едем? Куда ведет эта улица? Ты мне не ответил, куда ведет эта улица Я отвезу тебя в хорошее местечко Куда? Увидишь, это сюрприз Лука! 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 Мара. Его нет. Нет. Я знаю, они его забрали. Что они с ним сделают? Что сделают? Гуида. Ничего. Ничего. Они ничего ему не сделают. Скоро зазвонит телефон. И они потребуют деньги. Мы их им дадим. И тут вот и все, Мара. И тут вот и все, Мара. Ну вот мы и приехали. А сюрприз? Посмотри вон туда. Да. Ты знаешь, что это? Что-то вроде маленьких машин. Ты угадал? Это карты. Они хочется водить. Пойдем поближе. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Давай устраиваемся здесь и посмотрим. И может сделаем ставки. Вот, например, я ставлю на вон того черного, а ты? На красного. Но мне нечего поставить. Хотя нет. Вот эти деньги я должна отдать учительнице за посещение музея. Но я забыла о них. Принимаю ставку. Десять тысяч лир ты ставишь на красного, а я на черного. Но мы очень далеко. Пойдем посмотрим поближе. Нет. Ты еще мал. Карты опасны. Могут взорваться. Лучше смотреть на них издалек. Когда приедет папа? Скоро. Они дали о себе знать? Нет. Они всегда так делают, чтобы люди нервничали. Гуида, пригласи их. Привет, Мара. Привет. Это Анна, моя коллега. Очень приятно. Я должна подключить этот монитофон к телефону. Пойдемте. Ребенок ничем не рискует. Я могу сказать это вам с большой долей уверенности. Дилетанты, те теряют голову. Но это, это скорее всего профессионалы. Поврежденная машина. Спокойствие, с которым они пришли в школу. И эта выдумка с завтраком для Луки. Это не импровизация. Ну вот, я готова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу есть. Пойдем туда. Ты меня не слушаешь? Слушаю, слушаю. Куда ты? Ну ладно, пошли. Продолжение следует... Держи, спокойно. Давай, Гуида. Продолжение следует... Слушаю. Говорит радио Биэлла. Ваш телефон выбран случайно, и вы имеете возможность выиграть прекрасный холодильник фирмы Ренауда. Если ответите на несколько простых вопросов. Итак... Добрый день. Добрый день. Для меня ничего, а ему то, что захочет. Хочешь Рагу? Да, но сначала я хочу в туалет. Где он? На улице налево. Такой домик, ты его сразу увидишь. Подожди. Сначала все закажи, а потом я провожу тебя. Да я один могу. Я уже не маленький. Какой хороший ребенок. Это ваш сын? Как? Нет, нет. Я... Его дядя. Если ты ищешь туалет, он вон там. КОНЕЦ Хотел обмануть мне, сукин сын. Обжегся жаровню. Это ничего. Сколько раз тебе говорил не трогать. Видишь, как бывает. Пойдем в наказание, я уведу тебя, чтобы знал. Давай, шагай. Ты должен научиться подчиняться. Ты не слушаешь меня почему. Почему? Ты делаешь мне больно. А ну-ка садись. Хоть молодцом, понял? Кто ты? Что ты хочешь мне сделать? Это... Это похищение? Ты умный мальчик, молодец. Ну а сейчас веди себя как следует. Понял? Ну и хорошо. Если попробуешь выкинуть номер, как тогда, оторву голову. Фильм озвучен телекомпанией ТВ-Центр. Фильм озвучен телекомпанией ТВ-Центр. То ты взял для меня все время возвращаться, что по-ан Garcia ТВ-Центр годы. Как тогда Армара ТВ-Центр. Просто по torque. Девятьさ�. Пwertом, телекомпанией ТВ-Центр. Когда от 3 или 4 летurable. Когда от 3 до 30 профộн по трим часов, И это все проблема. Нижچ с径 бизнес caminho追 United и deserve. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Композитор Пино Донаджо Субтитры создавал DimaTorzok Производство клеммы «Чинематографика» совместно с телерадиокомпанией «РАИ» Продюсер Джованни Ди Клементо Режиссер Луиджи Перелли «РАИ» 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 «Тc. ah», «РАИ» «РАИ» «Проде иду» «РАИ» «Подойду» Не беспокойся, хоть бы дали поговорить с Лукой Контролируй себя, веди себя естественно, говори как можно дольше, поняла? Давай Алло Алло, мама Лука, это ты Ты, ты жив Мама не слышит, что ты сказала Лука, дорогой, у тебя все хорошо Да, мама Рядом с тобой кто-нибудь есть? Нет, этот человек ушел Он дал мне жетон Где папа? Я даю его тебе Лука Папа, я не виноват Дорогой, я знаю, где ты, мы сейчас приедем и тебя заберем Я около озера, где много гусей Я знаю, где это Никуда не уходи, мы сейчас приедем Быстрее, папа Лука Лука Папа, прости меня Я понимаю, что поступил очень глупо Лука, все в порядке, не переживай Мне не надо было идти с этим человеком Успокойся, сынок Он меня обманул Ничего, Лука, главное, что все хорошо кончилось Дорогой мой, какое счастье Поедем домой Садитесь в машину Мы нашли похищенного ребенка Постарайтесь все вспомнить Начнем с шевелюры Он был коротко подстрижен Хорошо А волосы какие? Густые? Редкие? Вьющиеся? Или гладкие? Может быть, такие? Взгляните на экран Да Вы не заметили еще какие-нибудь подробности? У него было что-то на лице Кажется, шрам И лоб был не такой Немного другой А именно? Немного поменьше Понятно, поменьше Высотой или в ширину? Да, да, в ширину В ширину, ясно А нос? Он был кривым? Длинным? Сплющенным? Ноздри какие Да, да, широкие Но немного потоньше Убавь немного Да, так точнее Хорошо А какие были губы? Мясистые или тонкие? Губы были как бы вытянуты вперед Удивили КОНЕЦ Значит, как мы и думали. Да, это Рико де Белес, приговоренный к 30 годам и сбежавший из тюрьмы в Александрии больше двух месяцев назад. КОНЕЦ Что случилось? Лука, что с тобой? Мне приснился дурной сон. Какой сон? Не могу сказать, очень плохой. Иди сюда, Лука. Иди. Ну давай, расскажи нам. Мне приснилось, что собака лизала мне лицо. Я задыхался, а потом наступила смерть. Она лизала вот здесь. И была такой черной. Забудь об этом. Тебя мучил кошмар. Это был всего лишь сон. Хочешь посмотреть на эту собаку? Почу. Вот. Она была такой. Именно такой. Капирую. Оставайся спать с нами. Нет никакой черной собаки. Есть только папа и мама, которые любят тебя. Гаси свет. Высессия свет. Возвольная мара. Конец. КОТОРЫЙ ЧАС Шесть После того, как Лука пришел к нам, я не замкнула глаз Знаю, я ведь тоже не спал Я была у врача Когда? Несколько дней назад Почему ты мне не сказала? Не хотела тебя огорчать Врач спросил, не было ли у меня стрессов в последнее время Я ответила, что были И тогда он посоветовал избегать таких ситуаций Словно это от меня зависит Они очень умные, эти медики Мара, я понимаю, что ты испытываешь? Нет, не понимаешь, не можешь понять Я его мать Он мой сын Мой сын Они могли его убить Если бы захотели Что с тобой? Мара, что с тобой? Ты обожлась? Нет, нет Дай посмотрю Говорю тебе, ничего страшного Значит, Лукас снова пойдет в школу? Конечно, пойдет Я думаю, что несколько дней Сейчас я его разбужу Хорошо? И ты отведешь его в школу Как будто ничего не случилось Не надо его больше травмировать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Лука 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 Просыпайся Надо идти в школу Почему ты не говоришь «добрый день»? Добрый день Вылезай из кровати Уже поздно Снимай пижаму Одевайся Мама, принеси мне куртку Какую куртку? Куртку, которую я надевала вчера Зачем? Я должен тебе кое-что показать Экор Вот она Этот сеньор Вчера сказал, чтобы я отдал это тебе Но не при полицейских Может быть договоримся Только теперь уже стало 30 миллионов Встретимся в полночь у опоры электролинии Возле леса на перекрестке двух дорог Он не продиктовал Сказал, что вы все поймете И не будете глупить Послушай, Лука Сделаем так Я возьму эту записку Отнесу ее в полицию А ты ничего не говори папе Не говори ему И Сандре тоже Когда она вернется занятий Почему? Чтобы не беспокоились И знать об этом будем только ты и я Обещаешь? Да? Хорошо Обещаю Чао, мама Может быть договоримся 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 Миллион тридцать миллионов В полночь В полночь В полночь Ну вот, десять Двадцать, тридцать Пожалуйста На перекрестке Двадцать, тридцать Добрый день Извини, Мара А свинину мы можем приготовить на гриле Будет хорошо, уверяю вас Я сэр Клиент ждет Отнесу этот счет И подам кофе Столик номер пять? Да Что с тобой? Я неправильно посчитала У меня сегодня безумно болит голова Дай-ка я сам Ты приняла что-нибудь? Да, ничего пройдет Это от усталости Я думаю, мне лучше пойти домой Да, иди Не волнуйся Хорошо Спасибо, я правда устала Ключи от машины Не нужно у меня свои Да, верно Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Полночные перекрестки возле опоры электролинии В полночной перекрестке Может договоримся Может договоримся Договоримся Иди сюда Здесь все Клянусь, здесь 30 миллионов Подойди Деньги в этом конверте Меня не интересуют деньги Расстегни пальто Хочу посмотреть на тебя Я Не надо Я ничего не сделаю Хочу только посмотреть на тебя Расстегни Расстегни Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь сама Не причиняй зла, мои дети Замолчи Замолчи Папухали Папухали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не надо Не зажигай свет Почему ты хочешь быть в темноте? У тебя еще болит голова? Она у меня не болела Что ты говоришь? Нам надо поговорить Садись Я заплатила Когда? Недавно Я отдала 30 миллионов Больше не могла этого вынести Я боялась За детей Сегодня утром Лука показал мне записку С указанием Места встречи И суммы Я взяла деньги в банке Я хотела тебе сказать Но побоялась, что ты не позволишь Деньги взял Тот тип, что вчера увез Луку Он мне сам сказал У него ужасный голос Ты видела его лицо? Нет Только слышала его голос А что? Что он тебе сказал? Ничего Ничего он мне не сказал Я была там несколько секунд Оставила деньги и убежала Ты отдаешь себе отчет Какому риску подвергалась? Ты что думаешь? Мне это доставляло удовольствие Я боялась Мне было стыдно за себя За тебя За свой страх Я тебя не упрекаю Уида, я должна была это сделать Должна была И ты должен был Ведь ты больше не полицейский Мы не можем больше жить В состоянии постоянного страха По крайней мере, завтра дети Спокойно пойдут в школу Прекрасно, молодец Теперь у нас все в порядке Возможно, сдаваться не следовало, но... Не выдумывай Если бы было тебе действительно тяжело Ты бы такого не сделала А что я сделала? Задела твою гордость? Разве ты не сильнее их? Тогда что же ты хочешь предпринять? Хочешь убить всех нас ради своей гордости? Сейсвейн Что ты молчишь? Сейсвейн 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 Прости меня Может нам лучше уйти? Да, пошли Я уже насмотрелся Ну почему ты захотел прийти сюда? Чтобы увидеть себя в роли зрителя Никола, ты для меня... Хватит, не будем больше об этом Хорошо было на экскурсии Хотя не говори ничего Не хочу слышать все эти рассказы об экскурсиях Которые нас соединяют Которые нас разлучают За тобой там ухаживали? Нет Странно Ничего странного Я думала о тебе Мне было очень грустно Да Ты была моей сиделкой Я тебе обязан Только это неправильно, что ты думаешь обо мне Вокруг столько парней Для меня есть один Это правда? Ты это знаешь Тогда докажи Опять о том же Я тебе сказала, что пока... Никола Ты уходишь? Да, что мне еще делать? Стоять тут как статуя Будь спокоен, Гуида Мари это нравится Женщины сходят с ума по браслетам И гораздо больше, чем по какому-нибудь ожерелью Если оно, конечно, не бриллиантовое А что произошло? За что надо простить синьора Гуида? Нет, меня никто не должен прощать А может, ты все-таки передумаешь И сделаешь более дорогой подарок? Послушай, Сильвия Поступим так Если я вдруг решусь на это То я приду к тебе И воспользуюсь твоим советом Это хорошая идея Но реализуется ли она до 2000 года? А как идут дела в магазине? Не было больше неприятности? Ну, нет Думаю, что муж платит Но многие потеряли надежду За три дня в воздух взлетели два магазина А как у вас дела в ресторане? Слава Богу, пока не приходили Спасибо Привет мужу Он будет, конечно, рад До свидания Вот и он, храбрый капитан Добрый день Я ухожу Дождем Гуида У меня большие неприятности И я не знаю, как выкрутиться Сильвия ничего не знает Что случилось? Я платил, как договорились Сначала требовали 30% Теперь 90% Но не в год А в месяц Как ты согласился при твоем опыте? Я не рассчитываю На государство Не верю полиции И даже людям Эти разговоры о солидарности Единении Все это чепуха Болтовня Бесполезная болтовня Плохо, что ты не веришь полиции Сейчас там есть хорошие люди Которые серьезно работают Почему не пойти И не поговорить с комиссаром Или с Анной Она столько лет работала на юге Она опытная и смелая Поверь мне Если сам себе не поможешь В этой стране Никто тебе не поможет Никто Меня удивляет, Гуида Что ты Этого еще не понял Адамо Здесь может повенуть Положи ее в холодильник А картошку отнеси в погреб Да, сеньор Гуидо Ясер Поставь вину в первый штаб страны Добрый день Добрый день Привет Привет У вас такие волосы, сеньора Спасибо, Адамо Что это ты стал таким галантом? А что значит галантным? Я-то знаю, что он хочет сказать Неужели ты ревнуешь? Немного Прекрасно Спасибо Спасибо Это не слишком дорогой подарок? Ты взяла билеты? Нет, пока только проспекты Думала решить все с детьми Ибитца, Марокко, Караты Вечером решим куда, а завтра уедем Я сказала даму, чтобы он обновил ресторан, пока нас не будет Согласна? Раньше тебя не тянуло путешествовать? В жизни все меняется Да и отдохнуть не мешает Да Лука, осторожней Мара, пожалуйста, положи это туда Что, не входит? Нет, слишком много вещей Сандра, пожалуйста, ответь ты Да Лука, оставим это Нет Пожалуйста, не спорь со мной Но мне хочется Давай не будем это обсуждать Папа, это тебя какая-то Лоридана Герардо Герардо Что с тобой? Герардо Ладно, бери Лоридана Как дела? Мы так давно не виделись Сегодня тот, завтра другой Я говорил, Мария, надо бы встретиться Ты помнишь, Лучана, мою дочь? Она ведь выросла на твоих глазах? В воскресенье она выходит замуж Я хотела бы, чтобы ты сопровождал ее к алтарю Ты был самым лучшим другом ее отца Ты меня слушаешь? Да, да, это прекрасная новость Но я не думаю, я не знаю Ты все винишь себя в том, что остался жив? Иногда мне кажется, что я тоже умер в тот день Не правда, что это никому не нужно Они ведь поняли, что мы не шутим Перед нами много проблем И решить их можем, только сплотившись Иначе все останется по-прежнему Герардо! 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 Кажется, все волнуются больше меня А ведь это я выхожу замуж Мне давят воротник Знаешь, я не привык носить галсты Он тоже их не надевал Послушай, Лучано, давай перейдем на ты Я не смогу сопровождать тебя к алтарю, если мы будем на вы Хорошо, Гуида Моя мама сегодня сама не своя Видно, что она расплачется Если слезы от счастья, то хорошо А знаешь, ты очень красивая Все еще не верится Хотела тебя поблагодарить, ведь это ты его уговорила Нет, он решил сам, и ты это знаешь По телефону мне показалось, что он колеблется Это было так неожиданно Прошло столько времени Время не имеет значения, когда есть любовь и настоящая дружба Я об этом стараюсь не забывать Если бы он умер от болезни, мне было бы легче с этим смириться Но так вдруг, иногда мне кажется, что Герардо жив Поэтому ты не вышла снова замуж? Нет, не поэтому Каждый раз, когда я кого-то встречала, я не могла не сравнивать И после Герардо все казались какими-то ничтожными, серыми И я так их называю нормальными Ты должна меня понять По-твоему, Гуида нормальный? Нет Ты права, он особенный Я так, я так, я так, я так Мариня, Мариня... Мама, гуфай пьянги. Я всегда волнуюсь на свадьбах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Джерардо! 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 Боредано! Уходи отсюда! Уходи! Мы ничего не сможем сделать для него! Нет! Он жив! Не может этого быть! Джерардо! Джерардо! Ты уже продумал, что будешь делать? Да, я ухожу. Ты подумай, есть место в архиве. Да, я знаю. Вы все мне говорите, что я мог бы быть там полезен. А мне так не кажется. В архиве работают с бумагами. Мне же нужны живые люди. Даже моя жена хочет, чтобы я уехал. У ее стариков родители и ресторан в Премонте. И мы можем его поднять. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Рыбный суп, который я приготовила в тот день, так и остался нетронутым. И больше я такой не готовила. Но если его тебе когда-нибудь захочется, позвони. И я приготовлю для тебя. И для вас, у кого такой чудесный папа. Обещайте мне, что не исчезнете. Конечно. Убийца стрелял из автоматической винтовки. Возможно, винтовка была ручной работы. Ни его, ни оружия мы не нашли. Потом мы с Марэп приехали сюда. Родители переселились на Ривьеру, а мы стали работать в ресторане. Я не хотел идти на похороны Джерарду и других. Я даже не хотел приходить на их могилы. Я хотел запомнить их такими, какими они были всегда. Чтобы они остались в моей памяти молодыми и веселыми. Надеюсь, ты меня понимаешь. Почему ты не рассказывал нам об этом? Это кровавая история. Очень грустная. Но, папа, это... Это и светлая история. Что с вами со всеми? Папа ведь остался жив. А почему вы плачете? А когда мы поедем к морю? Или вы уже передумали? Я понял. Раз молчите, значит, передумали. Через два месяца. Сразу как закончится занятие в школе. Я так и знал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гуидо. Гуидо. Мы в отчаянии. Не знаем, что делать. Мы изменили график дежурного. Практически все теперь работают сверхурочно. Кто мог предвидеть такое? Что случилось? Иди, я покажу тебе. Комиссар, скажите хоть что-нибудь. Как все произошло? Подождите, извините минутку. Он повесился этой ночью. Два часа назад в управление пришла жена. Она волновалась, потому что мужа долго не было. Мы его нашли здесь. Кто-то из ассоциаций говорил мне, что ему советовали пойти в управление и заявить. Но он к нам не обращался. Когда все это кончится? В Риме наконец решили нам помочь. Посылают следователей. Но ты же знаешь, это прекратится только тогда, когда люди перестанут бояться и начнут сотрудничать с нами. И самое главное, когда решатся не платить. Что говорит жена? Она была с нами, когда мы его нашли. Это она открыла нам магазин. Она неважно выглядела. Поговори с ней, Гуидо. О, Господи! Я ничего не понимаю. Я не думала, что такое может случиться. Он предпочел уйти из жизни, не сказав мне ничего. И я не сумела ему помочь. Не оказалась рядом. Не смогла ему помочь. Не смогла. Не смогла. Я провожу тебя домой, хорошо? Пошли. Пошли. Он повесился. Это похоже на самоубийство. Но что его на это толкнуло? Возможно, денежные трудности. А может быть, нелады с женой. Он оставил записку, но я ее еще не видел. Мы проводим расследование и не можем исключать никаких вариантов. В том числе и убийство. Расследование продолжается. Мы сделали глупость. Надо действовать потише. Но кто мог предвидеть, что он приедет? Ты должен был предвидеть, и я тоже. Нельзя было совершать убийство. Дерево приносит плоды. Когда за ним ухаживают, иначе оно засохнет. То, что сделано, недопустимо. Да, но там постоянно его жена. Оставь ее в покое. Мой покойный отец всегда говорил, сержант, ты намного хуже генералов. Почему здесь пыль? Сейчас позову кого-нибудь. Нет, сам вытри. Продолжение следует... Теперь ты будешь довольна? Чем? Ты же настаивала, что хорошо ее знаешь. Но это не относилось к нему. Здравствуйте. Прошу вас. Спасибо. Здесь вам будет удобно? Да, очень. Прошу вас, садитесь. Вам принести беда? Конечно. Тебе нравится это местечко? Знаешь, я никогда здесь не была. Ну и как? Здравствуйте, сеньор Мэйда. Здравствуйте. А я слышала, что вы уехали. Да, собирались куда-нибудь поехать, но выбрались только на два дня на Ривьеру. Хочу представить моего жениха Козима. Мы уже знакомы. Очень приятно. Да, верно. Странно, однако, что мы все здесь сошлись. Ассоциация коммерсантов, мелкие торговцы и закон. Послушай, Мирелла. Извини, Козима, но ты же полицейский. Нет только негодяев. Что закажете? Прошу прощения. Не беспокойтесь. Так вы полицейский? Здесь, в городе? Нет, скандала. Давай, Мирелла, выбери, что хочешь. Начинай ты, а я потом. Пожалуйста. С какого времени ты в институте? Как? В каком институте? Я хотел сказать в полицию. Всего пять лет. Сначала был в Катане, а недавно перевели сюда. Кандало. Мне повезло. Здесь я познакомился с ней, правда, Мирелла? Выбирайте, я к вам скоро подойду. Спасибо. Адам, у меня свидание в городе. Увидимся позже. Чао. Хорошо. КОНЕЦ 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 Дорогая Мирелла, я должен тебе сказать что-то очень важное. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Дорогая Мирелла. Дорогая Мирелла, я лгал тебе. Я совсем не тот. Печенье, пожалуйста. Это подойдет? Да, спасибо. Сколько? Две тысячи. Спасибо. КОНЕЦ Уживательную резинку. И Лео. Прошу вас об одном одолжении. Не заставляйте меня больше встречаться с Миреллой. Отправьте поджигать магазины, выбивать деньги, все что хотите. Что, она тебе больше не нравится? Нет, надоело. А ты не влюбился? Что, я? Я что, кажусь вам влюбленным? Какие еще новости? За последнее время она не сообщила мне ничего важного. Ты не должен рассуждать, что важно, а что нет. Об этом будем судить мы. На собрание в ассоциации пришли только четверо, остальные побоялись. А что делает полиция? Ничего не заметил. Им только рыбу ловить. Опять допрашивали Миреллу, но она не смогла сообщить ничего важного. Я увижу ее сегодня вечером. Позвони мне завтра в 7 вечера. Нет никакого Козима в полиции Канделло. Видишь ли, Мирелла, настоящий полицейский сразу бы понял, что значил мой вопрос о работе в институте. Тогда-то у меня и возникло подозрение. Но он мне даже пистолет показывал. Пистолет? Он бывает не только у полицейских. Но почему Козима говорил мне? Извини, но я должен был открыть тебе глаза. И чем раньше, тем лучше. Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Стыд. Вот что я чувствую. Какой же я была дурой. Я думала, что что-то из себя представляю. А я просто ничтожество. Какая же я глупая. Оказалось, что я просто шпионю. Я просто шпион. Откуда тебе было знать? Какая разница? Ты сказал кому-нибудь об этом? Я должен сообщить в полицию. Алло, ассоциация коммерсантов. Мирелла, это Козима. Что с тобой? Ничего. Мы увидимся. Да. Тебе удобно в пансионате? В пансионате, конечно. Я тебя люблю. Я тоже. Чао. Зачем? Хочу увидеть его в последний раз. И где? У пансионата Калибри. Но зачем это делать? Чтобы сделать то же, что он сделал со мной. Порой в его вещах, в бумагах. Он мне доверяет. Только я не могу пойти в таком виде. Мне надо привести себя в порядок. Мирелла, ты никуда не пойдешь. Что ты хочешь сделать? Предупредить его? После всего, что он мне сделал, предоставьте все мне. Я совершила много ошибок. Но сейчас у меня есть возможность заслужить прощения. Прежде всего, у себя самой. Я тоже пойду. Хочу тебя подстраховать. Хорошо. Дай мне, пожалуйста, плащ. И пойдем. КОНЕЦ 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 Как быстро? Что с тобой, Мирала? Ничего. Что произошло? Ты такая красивая, любовь моя. Ничего. Козимо, я включу музыку. Не так громко, ты же знаешь хозяйку отеля. КОНЕЦ КОНЕЦ Это была одна из новых песен, записанных на фестивале в Сан-Рэмо. КОНЕЦ 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 Подождите. Я верила тому, что ты мне говорил. Верила тебе. Мирелла, клянусь, я тебя действительно полюбил. Сначала я притворялся, а потом вправду полюбил. Я люблю тебя. Замолчи. Ни слова больше обманщика. Не делай этого, Мирелла. Клянусь. Мирелла. Обманщик. Сеньор, подождите. Мирелла, открой или я сломаю дверь. Я знаю, что ты там, открой. Мирелла, не надо, не стреляй. Что она делает? Мирелла, не надо. О, господи, что же теперь будет? Идите. Вызовите полицию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Сними эту рубашку. Опять смерть, опять кровь. Ты теперь будешь говорить, что оказался там чисто случайно. Мимо проходил. После Генуи, я не могу отделить себя от моего прошлого. Человек, которого Джерардо пытался схватить столько лет назад, сейчас здесь. Его зовут Винченцо Грумо, владелец автосалона. И как только он появился здесь, начались все несчастья. В кармане молодого человека, которого убила Мирелла, нашли номер телефона. Это номер автосалона. Круг замкнулся. Я ничего не могу поделать. А о нас ты подумал? Мара, я думал о тебе и о наших детях. Но это важнее, чем ты, я или даже наши дети. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Да. Мы знаем, где установлен этот телефон. В бильярдном зале. Ты нам поможешь? Хорошо. Увидимся завтра. Все, как было когда-то, Гуэда. Да. Все это было. Мне было... Очень тяжело. Я не думаю, что у тебя хватит сил начать все сначала. Нет, не думаю, что сможешь перенести это еще раз. Нет. Не верю в это. Я не верю в это. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Сердце и дела. Я этого никогда не делал, и, как видишь, жив. Впрочем, тебе это не касается. У тебя нет сердца. По крайней мере, все становится яснее. Да, но у нас нет ничего против Груму. Мы только знаем, что он знаком с тем, кто подходил к телефону. Значит, надо заставить его раскрыться. Я об этом подумаю. Как это подумаешь? Кто я для него? Владелец ресторана, коммерсант. Один из тех, кто пытался сопротивляться, а потом заплатил. Ты заплатил? Да, 30 миллионов. И ты говоришь об этом? Бери меня, лучшего ты не найдешь. Ты ненормальный, Гуида. Ненормальный? А кто нормальный? Запомни, что я решил, я сделаю. Знаешь, похоже, все полицейские одинаковы. Они все одержимые. Куда ты идешь? Я постараюсь добиться своего. Желаю тебе выстоять. Гуида. Удачи тебе. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы Венчунца Грума? Удачи тебе. Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, что вас не интересуют машины. Совсем не интересуют. Садитесь сюда, к свету. Я хочу рассмотреть ваше лицо. А теперь говорите. Настоящие главари хотят, чтобы ты заговорил. Какие главари? Я не вижу здесь никаких главарей. Извините, но мне кажется, что вы принимаете меня за кого-то другого. Скажите, кто назвал вам мою фамилию? Кое-какие расследования. Вы полицейский? Нет. Я не люблю полицейских. А мне наоборот нравится, что каждый день ко мне приходят двое людей, чтобы заставить меня подписать какие-то бумаги. И так ежедневно. Вас преследуют в правосудии? Точно. Меня преследуют. Однако, ты мне не сказал, кто ты. Меня тоже преследуют. Поясню. У меня здесь есть ресторан, и кому-то пришло в голову, что у меня мешок денег. И те, кто меня преследуют, эти подлецы, эти глупцы, выполняют чей-то приказ. Вы меня понимаете? Ты мне еще многого не досказал. Давай дальше. Вот я и подумал, что вы, возможно, можете дать мне совет, поскольку вы мудрый человек. И потом... Мы же земляки. Оба из провинции Пулья. Я из Маргареэта, Десавоя, а вы? Из Лучера. Лучера в 50 километрах. Ну, вот я и подумал, что раз мы почти земляки, возможно, мы придем к соглашению. К какому соглашению? Чтобы меня оставили в покое. Покой нужно заработать. Я его и зарабатываю. Уже поздно. Я понял, что ты хотел сказать, придя сюда. Понял, что ты сказал. И то, что ты не договорил. Советы, которым ты меня просишь. Я так наспех не могу тебе дать. Но я подумаю. Здесь мы в безопасности. Ты пекарь, мой друг. Конечно, здесь лучше, чем в видеолавке. Как здесь прекрасно. Какой изумительный аромат хлеба. Я всегда поражаюсь. Как у него чисто. Ну, рассказывай. Что он тебе сказал? Спросил подождать. Какое он произвел впечатление? Грума главарь. Он один стоит во главе всего. А какое впечатление произвел на него ты? Я дал ему понять, что все понимаю, что хочу покоя. Взамен чего? Узнаем, когда он попадется на крючок. Если клюнет. Люди типа Грума живут по старинке. У них есть сердце, есть мозги. Они умеют ценить мужественных людей, а я продемонстрировал ему мужество. Попадется. Хотите? Только с печки. Спасибо. Спасибо. Я сегодня ничего не ел. К тебе тоже приходили? Нет, сюда не приходили. Впрочем, если решат, я уже жду их. Подожди, здесь что-то черненькое. Я ведь не сделала тебе больно. Еще одна точка. Нет, Никола. Прошу тебя. Почему нет? Потому что нет. Сколько раз я должна говорить тебе, что еще не готова. Но почему? Почему? Да не знаю я. Не могу объяснить. Не можешь? Я не знаю. И потом, если я решусь, то не здесь. Здесь нас видят. Ну, неправда. Никого нет. Прошу тебя, Никола, оставь меня. Не надо, Никола. Оставь меня. Оставь. Оставь. Сандра. 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 Девушки отдыхают Ты уезжаешь? Всего на два дня Он дома? Нет, вышел за газетами Сейчас придет Мы собираемся к врачу На ультразвук Тогда я ухожу Ты не должен был с ним поговорить? Нет, он уже знает, что я уезжаю Будь осторожнее Ты тоже Будь осторожнее Будь осторожнее Будь осторожнее Преследуем объект Жду указаний Не приближайтесь к нему Держусь на расстоянии 150 метров Что-то не так, Никола Ты неважно себя чувствуешь? Я хорошо себя чувствую Прекрасно Не может быть лучше Ты доволен таким ответом? Нет Тогда, если тебе не нравятся глупые ответы Не задавай глупых вопросов Тебе кажется, что можно хорошо себя чувствовать При таких обстоятельствах? Но это только вопрос времени, Николай Надо набраться терпения и увидишь Нет у меня терпения И не с тобой я разговариваю А с отцом Пожалуйста, хватит Извини Мне лучше уйти У меня нет желания разговаривать ни с вами Ни с кем-то еще Спасибо Спасибо Не знаю, что делать Выехал на крутой подъем Ведущий к автостраде Если он сейчас свернет, мы его упустим Как же мы его упустили? Как же так? Кто ждал, что он свернет на автостраду? Он не выезжал из города в течение двух месяцев Вернемся в полицию Вернемся в полицию Спасибо Какой молодец. Подожди. Вот так. Теперь хорошо получается. Вот так. Разве не ты говорила, что все эти передачи убожество и пошлость? Но, кажется, ты смотришь на экран, а думаешь о другом. Давай поговорим о твоих проблемах. Ты случайно не видела Николу? Да. К сожалению. Нелегко ему сейчас. И мне сейчас нелегко. Ну, не надо ссориться. Вы не пытались поговорить? Мы не ссорились. Мы расстались навсегда. Ну и ну. Сеньор Гуидо, вас просят. Да, да, иду. Не переживай. Эй. Если позволите, я принесу вам хорошее вино. Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Какая неожиданность. Мы заказывали заранее. Вас это удивляет? Нелегко. Нелегко. Марио, пожалуйста. Сеньоры, наши почетные гости. Да, да, будьте спокойны. Прошу вас, располагайтесь. Я сейчас приду. Прошу вас, сеньоры, сюда. Гуидо. Тебе не хорошо? Должен тебе сказать, здесь грумо с женой. Зачем они здесь? Не знаю. Какую неприятность ты путался. Успокойся. Ничего страшного. Иди. Дай мне руку. Пошли. Извините. Хочу представить вам свою жену. Очень приятно. Мне тоже. Сеньора Джероза. Очень приятно. Надеюсь, со столом все в порядке. Извините. Здесь очень хорошо. Спасибо. По этому случаю нужно выпить бутылочку особого вина. Дорогая, ты подойдешь? Знаете, у нас хороший подвал. Желаете арньей или предпочитаете другое вино? Не беспокойтесь, сеньоры. Я много слышал о вашем подвале. Может, спустимся туда? Что скажешь, Гуидо? Почему бы и нет? Хорошая мысль. Дорогая, подожди здесь. Прошу вас, проходите. Тогда хотя бы что-нибудь закажите. Почему вы не присядете? У меня много работы. Особенно по вечерам. Эти грибы я приготовлю вам на решетке. Хорошо. Идите сюда. Здесь немного пониже потолок. Осторожно. Последняя ступенька. Вот здесь прекрасный выбор вин из Пьемонта. Не только. Выбирайте сами. Арньей великолепно. Если позволите, я вам подам такие блюда, которые здесь никогда не готовлю. В этих краях их не знают. Но мы и южане понимаем в них толк. Как вы нашли меня? Я же вам говорил, что провел какие-то расследования. Какие именно? Помог случай. Однажды я проходил мимо вашего дома и увидел в саду две скульптуры. Льва и Леоэна. На юге бывают виллы с такими скульптурами. Лев сжимает в лапах каменный шар, олицетворяющий солнце. Здесь, на севере, такого не встретишь. Я понял, что тут живет кто-то, приехавший с юга. И знающий, что эти скульптуры означают. И что на этой вилле живут важные персоны. А шар, который лев сжимает в лапах, как бы говорит, мир принадлежит мне. По крайней мере, мне так говорил в детстве отец. Представьте, мой отец говорил мне то же самое. И тогда я подумал, возможно, здесь живет тот, кто всем руководит. Поэтому я пришел в автосалон. Но у вас не могло быть уверенности. Она появилась, когда я вас увидел. И сейчас я в этом убедился. Иначе бы вас здесь не было. Жена не была согласна со мной, когда узнала, что я хочу поставить скульптуры, сделанные в Саленто. И была права. Ребенок уже двигается. Вы ждете ребенка? Да, будет мальчик. Мы это узнали сегодня с помощью ультразвука. Мы обычно не выходим, но сегодня сделали исключение. За здоровье вашего сына. Правильно. Моего сына. Хочу преподнести вам одну бутылочку. Сохраните ее до свадьбы вашего сына. Благодарю. Вино действительно отменное. Так вы подумали о совете, о котором я просил вас вчера вечером? Да, подумал. Вы считаете, что я могу надеяться вырваться и спасти льва? Ты мне нравишься. Ты умен и должен меня понять. Если тебя оставят в покое, то это будет дурным примером для других торговцев. И что тогда? Для этого я и пришел сюда. Хочу предложить тебе вариант. Какой? Сколько ты тратишь на растительное масло для ресторана? Миллион, полтора в месяц. На рыбу? Десять миллионов. Так вот. Тебя оставят в покое. Но чтобы расплатиться за это, ты с завтрашнего дня должен будешь покупать масло и рыбу там, где я скажу. Этого достаточно? Достаточно. Фильм озвучен телекомпанией ТВ-Центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Когда он будет здесь? Через месяц или два Сначала он придет в Испанию Потом во Францию Но ты не сказал Вы уже внесли необходимую сумму Да Я начислил на твой текущий счет в Швейцарии 300 тысяч долларов Эрнестина За ночь я потерял 500 тысяч долларов Как обидно Эрнестина Чего ты такой грустный? Ты тоже проиграл? Возможно Ладно Какая тебе нравится? Блонетка? Или блондинка? Выбирай, мне любая годится Пормирустессу Выбирай Знаешь, куда положить? Он знает Осталось подписать Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо Счастливо Знаешь, мы тут в управлении поработали Мы кое-что раскопали Фирма, в которой Груму приказал покупать масло Работает в Фордже А рыбу они получают С побережья Адриатики Обе фирмы связаны с Южной финансовой компанией Которая владеет Курортами, гостиницами, супермаркетами, автозаправками Ну и Мы не знаем, кто стоит за этим Но если всем заправляет Рогоносец У него мощная организация Ты это о ком? О Грума Вы делаете большую ошибку А что прикажешь? Арестовать Груму Арестовать Грума Но до сих пор он только советовал Рыба, масло Если арестовывать всех, кто дает советы А что дало прослушивание телефона? Ничего Он осторожен Не говорит лишнего Да потом достаточно ему обзавестись сотовым телефоном И мы ничего не узнаем Мы проверяем его счета Как зовут его помощника? Арнесто Лаурия Узнали, кто он? Да Он родом из маленького городка в Лукании Окончил экономический факультет в Милане И до недавнего времени работал в Бари Два дня назад он уехал Куда не знаем Мы его потеряли Он от нас удрал И тут прокололись Может, хватит критиковать У него скорость 180 А у нас 130 130 У нас же фургон Ясно Что ясно? Что было делать? А штрафовать за превышение скорости Тишта Ха-ха-ха. Да, увидимся через неделю. До свидания. Привет, я заберу это позже. Привет. Гуидо. Что случилось? Тебе не подходит мое масло? Что ты? Если ты покупаешь у кого-нибудь другого, скажи. Нет, просто у меня еще есть. Люди стали редко ходить в ресторан, не переживай. Погоди, ну это не из-за ребят? Из-за ребят? Сандра с Николой расстались. Знаю. Жаль. Они неплохо смотрелись. Сейчас я убегать. Девушки отдыхают Прошу тебя! Что случилось? Даре очень тяжело. Он перестал спать. Дела идут плохо. Никола с ним почти не разговаривает. Успокойся. Утром вы встречались, и он сказал, что ты покупаешь масло у других. Он вне себя. Успокойся. Он что-то задумал. Я сказал, успокойся. Где он? На складе. Даре, что с тобой? Ты что? Что? Ничего. Не твое дело. Не лезь. Чего тебе? Это все мое. Мое. Что хочу, то и делаю. Что ты задумал? Что? Видишь этот товар? Я сплатил за него. А если я его не продам? Что тогда делать? Что делать? Послушай, ты меня чуть не убил. Ты это заслужил. Да как тебе такое пришло в голову? Самому сжечь склад? Думаешь, полиция не разобралась бы? Да, во всем виновата страховая компания. Они говорят, что после того, что случилось, я сильно рискую. Хорошо, говорю. Поднимите тариф. И тогда я решил, прежде чем мой склад сожгут они, его сожгу я. Не говори ерунды. Никто ничего не сожжет. Скоро все кончится. Откуда ты знаешь? Знаю. А вот и нет, раз такое придумал. А если бы тебя поймали? Ты прав, прав. Я потерял голову. Я совсем потерял голову. Пойдем. А ты зачем ехал? За маслом. Так поздно? Да, утром я увидел, что мне его не хватает. И решил заглянуть. Алло. Это богодельня. Нам сообщили, что вы хотите к нам. Я, Рико де Белли, спекусь обо всех, кто подыхает с голоду. Я тут был в твоей лавке. Тут очень жарко. Понятно, почему ты решил уйти. Разве это жизнь? Каждый день подыхать от жары. Ну, договорились. И как только я уйду, ты... Нет, что ты. Что случилось? Что случилось? Видно, сегодня суждено было чему-то сгореть. И до него отобрались. Пустите. Я должен печь хлеб. Печь хлеб. Я 50 лет пеку хлеб. Пустите. Мне надо. Надо испечь детям лепешки. Завтра утром они пойдут в школу, а лепешек нет. Куда смотрит Господь? Пустите. Ты его знаешь? Да. Знаю. А ну, ладно, прямо в этом банике! Ты хочу видеть. Проспетики, тревентивы, финансирования, косты, и уникалов. Вене, вене. Даме все. Антуро не считает, что нет. Ли хочу видеть на Нордови. Каждую ночь одно и то же. Полиция ведет себя так, как будто она управляет миром. А главного не видит. Ничего не видит. Что случилось? Кто-то решил строить из себя героя. Что боишься? Нет. Знаешь, кто я? Да. Раз знаешь, зря не боишься. Мы заплатили 15 миллионов, чтобы перевезти тебя сюда. Я говорю это, чтобы ты понял, как я хотел с тобой познакомиться. Говорят, на севере тебя зовут Рикки. Это так? Да. А мы будем называть тебя по имени, который тебе дали при рождении отец с матерью. Рикардо. Потому что мы не любим север. А еще мы не любим тех, кто пытается порвать с нами. Такие, например, как Винченцо Грумо. Ты его знаешь? Знаю. И даже однажды видел в Бьеле, когда он прогуливался с женой. Но мы не разговаривали. А кто вам передавал приказы? Эрнесто. Эрнесто. Знаешь, ты меня очень расстроил. Я послал Эрнесто в Милан. Думал, из него выйдет толк, что он будет полезен. А он нас предал. Так же, как Винченцо. Который хочет нас надуть, пользуясь тем, что мы здесь. Разве это справедливо? Не справедливо. Кто делает грязную работу? Кто, если надо, убивает? Рико де Белис. Ах, этот. Тебе, Эрнесто, не рассказывал о колумбийце, что продает наркотики в Европу. Его зовут Коломбо. Он проводит время то во Франции, то в казино на севере. Он очень любит играть. Нет, не рассказывал. Но пару раз Эрнесто ездил в Сан-Финцен. Там есть казино. Ладно. Довольно. Иди с миром. Нет, погоди. Слушай внимательно. Мы тебе простим то, что ты работал на предателя Винченца Грума. Ты не знал, что он предатель. А потому ты пока для нас чист. Но, как только ты назовешь себя здесь Рикки, вместо Рикардо, тебе перережут глотку. Да. Так я и думал. Но он решил сам вести дела с колумбийцами. Ну что ж, его надо проучить. Объясним ему, что он играет с огнем. И займемся де Беллисом. Узнайте у Рикардо, где он скрывается. И известите полицию. Лучера, Апулия. А если вот так? Вон так. Точно. Это его. А, машина, что такое? Угонять мою машину. Посмотрите, мою машину угоняют. Ну что же это такое? Машину угнали. Прямо у моего бара. Вообще-то машина не моя, а у моего брата. Извините, Дон Каладжеро. Хорошие новости. Вчера мы отправили на тот свет одного из трех братьев жены Грума. Которого? Толстяка Каладжеро. Молодец. Вот умница. Кто тебе велел угнать машину брата? Я пошутил. Ах, пошутил. Это была игра. Знаешь, что мы сделаем? Поиграем. Что вы делаете? Мы только угнали машину. Мы не знаем того, кто убил вашего брата. Его послал... Капатор-то. Хорошо. Ты сказал все, что надо. Ты любишь качели? Смейся. Нет. Смейся. Нет. Смейся. Нет. Вам посылка. Франко, 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 что с тобой? О, Боже. Франко. Франко, Франко, Франко. Франко. Франко, Франко, Франко. Франко, Франко, Франко. Франко, 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 Франко. Кормине! Кормине! Почему? Почему именно к нам? Прошу тебя! Он же мой брат! Что ему делать? Его ищет полиция и Капаторто! Ну и что? Бросить псу под хвост труд последних месяцев и укрывать человека, которого преследуют полиция и люди Капаторто? Представляешь, что будет, если они сюда заявятся? Их убили, чтобы припугнуть тебя! Как ты не понимаешь? Анжело защищался! Что ему было делать? Ждать, пока они убьют его? Нагиева здесь не будет! Это слишком... Слишком опасно! Мне плохо... Плохо... Успокойся! Что с тобой? Мне нужно! Подожди, я сейчас вызову врача! Нет, нет, не нужно! С тобой могут расправиться, как с моими братьями! Я боюсь! Не бойся! Сюда они не придут! Не волнуйся, мы слишком сильны! Скоро я разберусь со стариком Капаторто, который до сих пор не утихомирился! Надо помочь Анжело! Сделать ему паспорт и отправить в Канаду! Пожалуйста! Хорошо, хорошо! Но для этого нужно время! Одна-две недели, чтобы подготовить документы! Где мы его спрячем? Дом под надзором полиции! Я не могу ни с кем... ни с кем общаться! Неужели у тебя нет должников? Это всего... на несколько дней! Здравствуй! Я рад, что ты согласился со мной встретиться! Очень рад! Взаимно, Кромо! Мне нужна помощь! Слушаю! Надо спрятать одного человека! Где? В подвале твоего ресторана! Но там сыр! Не знаю, подойдет ли! Не беспокойся! Этот человек приспособится! Главное, чтобы он был хорошо спрятан! От кого именно? От многих! Полиции! Друзей, которые стали врагами! Его никто не должен видеть! Ну как? А что он сделал? Я прошу об одолжении! Если я все расскажу, то какое же это одолжение? Я не хочу неприятностей! Их не будет! Он не сделал ничего плохого! Наоборот, я делаю это как раз, чтобы избежать беды! Он молод, ему 19 лет! Нежный возраст! Надолго? Надолго? Конечно, не навсегда! Ну что? Ты прекрасно себя вел! Зачем все портить? Куда мы? Не спрашивай! Входи! Входи! Иди! Здесь нет света? Есть, но не для тебя! Тебя никто не должен видеть! Я так не хочу! Ты не на курорте! Иди! Сюда буду приходить только я! Еда два раза в день! Посмотри! Видишь окошко? Оно выходит на улицу! Будь осторожен! Тебя могут заметить! Боишься? Не мне надо бояться! Это ведь ты прячешься! Там раскладушка, чтобы спать! Стол, чтобы есть! А это туалет! Скромно, но удобно! Ты ведь ненадолго, или я ошибаюсь? Это все! Нет даже телевизора? И холодильника! А что я буду делать в темноте? Днем здесь светло! На стул я положил журналы и несколько кроссвордов! А ночью? Что мне делать? Спать! Не трогай эти бутылки! Оставь, где стоят! Не хватает, чтобы ты напился и начал петь! Не волнуйся! Я не пью! Будут вопросы, спросишь завтра! У меня нет чаевых! Думаю, об этом позаботились! Спокойной ночи! Ты что? Я так не хочу! Сюда никто не должен ходить! Для твоей же безопасности! Как тебя звать? Никак! Для тебя никак! Им надо его спрятать! Сколько ему? Около двадцати! Черноволосый, худой! Его разыскивают! Грума сказал, за ним охотится полиция! И видно не только полиция! Может, он совершил ошибку, а за нее надо платить! А может, Грума все выдумал, чтобы меня проверить! В общем, надо узнать, кто он! Завтра я посмотрю досье! И дам знать! Что он за человек! Наглый! Я получил! Я тоже заправлюсь! Одолжишь денег? Какой милый! Мама! Мама! Посмотри, кого я нашла! Можно я его возьму? Спроси у папы! Он отправит к тебе! Я не очень-то люблю кошек в доме! Симпатичный! Его зовут Хрусталик! 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 Смотри, какая мордочка! Ну, пожалуйста! Его бросили! Привет! Добрый день! Только не дома! Держи его в ресторане или где-нибудь еще! Так будет лучше! Никому ты не нужен! Но я тебя не оставлю! Проголодался? Хочешь молока? Пей! Это вкусно! Что это? Зачем ты его мучаешь? Он не хочет! Еще бы! Ему не место в кухне! Слышишь, отнеси его обратно! Он потерялся! Нет, папа, его выбросили! Можно я его оставлю? Но не на кухне! Тогда домой! А что скажет мама? Хорошо, я отнесу его в подвал! Там он будет охотиться! Нет, ни в коем случае! Он побьет бутылки! И потом тебе понадобятся ключи! А куда же его девать? Отнеси его на стоянку! Там много кошек! Здесь не завтракают? Ошибаешься! Но когда мы вечером закрываем ресторан, уже поздно для завтрака, а когда приходим, ты еще спишь! А разве вам не велели обо мне заботиться? Вот я и забочусь! Держи! Что это за гадость? Ты мне что, объедки приносишь? Да ты еще не пробовал! Послушай! Этот твой ресторан – кусок дерьма! И вот еще! Я не буду есть эту гадость! Сначала спроси, что я хочу, а потом приноси! Хочешь меню? Ну да! Ты в моем доме! И съешь, что я дам! Ах вот как! Ты еще пожалеешь об этом! Ты меня должен уважать! А знаешь, кто ест это дерьмо? Это твоя сестра! Послушай, парень, я тебе не слуга! Я сделал одолжение другу! Никто меня не принуждал! Ясно? Сегодня ты не обедаешь! Проголодаешься – соберешь с пола! Здесь едят два раза в день! Ты куда? Я все расскажу Винченцо! Ты меня понял? Там должна быть тряпка! Сделай одолжение! Прибери за собой! Ура! Молодцы! Ты куда? Я на себя? Я так ничего не знал! Девушки отдыхают Они занялись владельцем склада мяса заготовок и все сожгли Мы открыли горячую линию, чтобы каждый мог заявить о случаях вомогательства, но никто не звонит Я пойду Пока Хрусталик, Хрусталик, где ты? Давай выходи, я принесла поесть Куда ты забрался? Хрусталик, ты здесь? Хрусталик! Хрусталик! Хрусталик, где ты? Хрусталик, что за чудное имя? Хрусталик, ты здесь? Хрусталик! Вот глупышка Хрусталик Хрусталик, где ты? Ты проголодался Зачем ты сюда залез? Я тебя не вытащу, здесь заперто Как ты сюда попал? Он пьяница Любит вино Соображает Нет, не бойся Я друг Я хочу поговорить Мне здесь так одиноко Ты кто? Что ты делаешь? А ты не знаешь? Что? Тебе папа не сказал? Ты новый работник? Я не люблю работать Запомни это А ты кто? Скажем, я тайна твоего отца Ты любишь открывать тайны родителей? У папы нет тайн А почему он не сказал, что я здесь прячусь? Как это прячешься? Зачем это тебе? Подойдешь, скажу Подойди Скажу на ушко Не веришь? Нет А котенка возьмешь? Пусти его Подойди, я отдам Правда Побудь со мной Куда ты? Спешишь на свидание к жениху? У тебя есть жених? Обещай мне, что вернешься Обещай мне, что вернешься Обещай Не знаю Принеси сладкого Твой отец ничего не приносит Он такой грубый Сандра Сандра Погоди Иди сюда Где ты была? Котенок забрался в подвал Я ходила за ним Ты все видела? Почему ты не сказал? Я никому не говорил Даже маме? Даже маме Никому Кто он? Ему угрожает опасность Никто не должен о нем знать Больше высказать не могу Этим я помогу Одному своему другу Могу я рассчитывать на твое молчание? Да Но Больше туда Не ходи Обещаешь? Обещаю Сандра Он что-нибудь сказал? Нет Ничего Только отдал котенка Ты отвезешь нас назад? Нет Стану я разъезжать с черномазами Я сглублено Я сглублено Мы его не устраивали Глядя Могу Стронзо Как же говорили? Прямо Прямо Ле и андадо Бене КОНЕЦ Добрый день. Анджела сбежал. Никак не могут его найти. А де Биллис? Они нашли, где он прячется. Отлично. Пришло время набросать письмецо в полицию. С указанием адреса. Хорошо. 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 Что ты делаешь? Можно взять кусочек? Кому это? Мне. Вот чудно, сеньорина Сандра стала есть сладкое. Не сейчас, я съем его потом. Спасибо. Эй! Слышишь? Я принесла десерт. Спускайся сюда. Отец запретил. Он не заметит. Я уже изучил его расписание. Хорошо так и быть. Но только на минутку. Ладно. Мой любимый торт. Как ты угадала? Вот почему твой отец его не приносит. Он вкусный. Ты ему сказала, что была здесь? Да. Но обещала больше не приходить. И все же пришла. Куда ты? Погоди. Ты знаешь, что твоя кофточка очень прозрачная. Ты сводишь меня с ума. Ты красивая. И ты знаешь это. Ты кто? Почему ты здесь? Подойди. Подойдешь, скажу. Скажу на ушко. Подойди. Подойди. В настоящий момент сумма на наших счетах в банках составляет... Я знаю цифру, я умею считать. С каждым днем она увеличивается в геометрической прогрессии. О чем ты? О какой прогрессии? Это видно на графике. Видите? Хватит выключить. Это опасно. Произведут обыск, и все откроется. Нет. Это не опасно. В компьютере ничего не осталось. На дискете тоже. Можно сказать, что дела идут в гору. С каждым днем увеличивается число тех, кто платит. Сегодня их двое, завтра четверо, послезавтра их уже восемь. Ясно. Ведь мы на них давим. Вот именно. Стоит немного отпустить, и доход уменьшится. Расслабляться нельзя. Миром правит страх. Комиссар. Комиссар. Вы слыхали? Что? Даже мертвых перестали уважать. Они изложили бомбу на кладбище. Представляете? Кому сказать, никто не поверит. Об этом позже. Мне надо позвонить. Соедините меня с генеральным прокурором. Да, с Римом. Где, по-вашему, прокурору? Это срочно. Дебилес находится... Алло. Свободная бригада найдется? Что, ни одной машины? Все заняты? Ясно. Хорошо, хорошо, ничего. Ясно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это из тех занятий, которые рекомендуют врачи Избавляют от неприятных мыслей Раньше это помогало Почему теперь нет? Потому что ожили призраки И они здесь Мне страшно В любой минуту может что-то случиться Перестань О, как ты видилась моя девочка Послушай, я не ребенок Согласен, кто бы спорил Куда ты? Никуда Я поеду с тобой, помогу Что случилось? С тобой все в порядке? Ты давно не была на танцах С чего это? Я пойду завтра с друзьями А Никола? Он придет? По-твоему, Никола в состоянии танцевать? Подумаешь Танцевать совсем не обязательно Приходит посмотреть Поболтать Посмеяться Может, ему нужна помощь? Ты бы помогла Я не медсестра Почему о нем надо заботиться? А кто подумает обо мне? О тебе думаем мы с отцом Что случилось, Сандра? Нам ты можешь сказать? Нас с мамой волнует то, что с тобой происходит Только не надо разыгрывать из себя друзей Сделайте одолжение Что так рано? У меня две свадьбы Ешь сейчас или завтра Неплохо Свадьбы идут на пользу Будешь умницей, принесу торт Шоколадный? Принеси шоколадный Ладно Только умеете ли вы, северяне, его делать? Умею Ведь я не здешний Я даже думаю, мы с тобой земляки Меня не интересует, откуда ты Кстати, какие новости? Когда я выберусь из этой дыры? Ничего нового А тебе же что, не нравится? Что ты? Наоборот Скоро я развлекусь Это похоже на правду Я уверена, что Деберис здесь Я видела, как он вошел в дом Где ты находишься? Ты видишь дом? Да, а телефонные будки до него метров 300 Оставайся на месте Не подходи к дому Держись на расстоянии Я еду Давай скорее Комиссар, вам пришел ФАЦ Хорошо, я посмотрю Да, кстати, в Баранчелли женится Мы собираем на подарок Вот это удача Комиссар Так как же с Баранчелли? По 20 тысяч Отдай за меня, я тебе верну завтра Оресте, машина в гараже? Нет, внизу Пистолет при тебе? Да, конечно Поедешь со мной, есть работа Опять, я не выдержу Государство тебя золотит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Скорее, несите второе Как не кстати, заболела дама Все хорошо, сеньор Феррари, доволен? Да Я возьму ключи от подвала Зачем? Вино кончилось Должно быть еще Боюсь, не хватит Я посмотрю Сатурна Давайте я помогу Нет, оставайся здесь Гуидо, присоединяйтесь к нам Иду Я понимаю, что вы не можете сидеть с нами Но скажите хотя бы один тост Хорошо Но только один Иначе все умрут с голоду Минутку внимания Владелец ресторана Сеньор Гуидо хочет что-то сказать Поблагодарим его за прекрасный стол Аплодисменты Но сперва Сперва разрешите мне Поцеловать невесту Можно, я надеюсь? Браво, Гуидо Браво, Гуидо За вас, господа Вот этот дом Близко не подходите Ты была в подобных ситуациях? Учили? Нет, но я кое-что слышала По причине Да Ясно Ну что? Посмотрим наверху Ты уверен, что кто-то вошел? Он там Он ждет нас Хорошо Пусть сделает первый ход Может вызвать бригаду Не надо Все очень устали Знаешь? Я, пожалуй, поднимусь Прикрой Хорошо Хорошо Что бы Продолжение следует... 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 Тони был мой адвокат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сними ремень. Цепочку можешь оставить. Деньги заберем мы. Они будут занесены в специальный реестр, как в банке. Здесь даже надежнее, чем в банке. Есть вопросы? Послушайте, раньше я был полицейским. Если об этом узнают, беда. Не узнают, если ты сам не расскажешь. А можно в одиночную? Об этом надо говорить с судьей. И с директором тюрьмы. Я ничего не решаю. А посещение? Еще рано. Пока нельзя. Проходи и раздевайся. Проходи и раздевайся. КОНЕЦ 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 Вон твоя койка КОНЕЦ 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 Лейтенант! Я подыхаю! Что с ним? Это его проблемы! Дайте мне что-нибудь! Я не выдержу! Я имею право на лекарства! Мне плохо, ясно? Дайте мне валюм! Я больше не выдержу, помогите, гады! Вы хотите, чтобы я сдох? Не выйдет, подонки! Нет, не выйдет! Не удастся! Нет! Не выйдет! Один отсидевший старик мне сказал, что тюрьму нужно уметь пережить! Надо что-то делать! Учиться! Читать! Разговаривать с людьми! Мне плохо! Откройте! Я знаю! Вы меня слышите! Дайте лекарства, или я себя убью! Убью, ясно? Я не шучу! Почистил зубы! Да! Смотри! Молодец! Спи! Не читай, а то завтра тебя не поднять! Мама! Мам! Мам! Где папа? Уехал! Но ненадолго! А куда? В Пулею, к дедушке! Это далеко! Он сказал, что возьмет меня с собой к дедушке! Да, но он уехал внезапно! Дедушке стало плохо! Он улетел на самолете? Да! На самолете! Спи! Спокойной ночи! Мама! Что еще? Ты идешь в больницу к Сандре? Кто тебе сказал? Сатурна! Она сказала, что придет с Адамом и Яйсером! А ты пойдешь к Сандре, потому что она упала с мотоцикла! Да, я забыла сказать! Она не сильно ударилась! Нет, только поцарапалась! Через пару дней папа с Сандрой вернутся! Еще вопросы? Все! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты что хочешь? Ничего А, ты привык к ресторанам? Просто у меня запор при одной мысли о таком качестве обслуживания Вот еще один очень гордый Давай давай, посмотрим, что будет через недельку Заткнись Что? Я сказал, заткнись. Мы уж как-нибудь обойдемся без твоих нравоучений. Мне сказали, сюда посадили легавого. Но я не поверил. Но похоже, что это так. Такой наглый вид только у полицейских и карабинеров. Ну а кем был ты до того, как попал сюда? Эй, кто это с нами? Слышал, что он сказал? Ничего не слышал. Ничего не знаю. Отвяжись. Послушайте, я не тот, что вы думаете. Он все выдумал. Эй, ты. Я тебя не знаю. Не видел. Мы никогда не разговаривали. Он приехал с юга. Его и того, что был с ним, посадили в тюрьму. Он прятал его в подвале. Это мафиози. В тюрьме. В тюрьме. В тюрьме. В тюрьме. Ну а ты что? А ты что, не знаешь? Это неправда. Ты врешь. А если не в тюрьме, то где? Может, дома? Все знают, что он мафиози. Откуда ты знаешь, что он в тюрьме? Кто тебе сказал? Об этом написали в газете. Мне папа показывал. Неправда ты все выдумал. Это ты врешь. Твой папа мафиози. Отпустите его. Пустите его. Он же один. Госпожа учительница, они бьют луку. Ну-ка, расскажите мне, что случилось? Что с тобой, Лука? Что с тобой? Ничего. Скажи честно. Они тебя обидели? Нет, просто мы пошутили. Хорошо. Все в порядке? Да. И если хочешь, можешь выйти, Лука. Почему ты мне не отвечаешь? Не хочешь говорить, кивни головой. Да или нет. Ты можешь сказать, как тебе спалось. Или хотя бы, болит ли голова. Ты же раньше мне все рассказывала. Скажи, может соскучилась? Соскучилась по дому. Ну, поговори со мной. Врачи говорят, что скоро я смогу тебя забрать. Что голова скоро заживет. Скажи хоть что-нибудь. Ну, поговори со мной, Сандра. Предупреждаю, что вы вправе не отвечать на наши вопросы. Однако, если вы будете молчать, следствие только затянется, но не прекратится. Так вы будете отвечать? Да, буду. Скажите, какие у вас отношения с Анджело Страдатти? Он напал на мою дочь. Изнасиловал ее. Я пытался его убить, но... Вернемся назад. К моменту, когда вы решили укрыть его в подвале вашего ресторана. Кто вам предложил его спрятать? Винченцо Грумо. Он живет здесь с подпиской о невыезде. У него автосалон, записанный на имя его жены. Но я все это затеял не для того, чтобы ему помочь. Я сделал это, чтобы его разоблачить. Сделали, чтобы разоблачить? Объясните. Винченцо Грумо – глава ракетиров. Комиссар, обдирающий город. Он и попросил меня спрятать этого парня. Но я ведь не знал, что он убийца. Не понимаю. Вы тоже связаны с ракетирами? Нет. Я делал вид. Комиссар Тони все знал. То есть вы решили поиграть в полицейского? Я 16 лет был в полиции. А это никогда не проходит даром. Сеньор Джерозе. И это не игра, раз Тони поплатился жизнью. Он не может это подтвердить. Тогда спросите у Анны Конца. Инспектора, она в курсе? Анна Конца не может говорить. Она в больнице с тяжелым ранением. И еще неизвестно, удастся ли ее спасти. Ну тогда, поверьте мне. Поверьте. Прочитайте мое досье, господин следователь. Вы все поймете. Только отпустите меня, отпустите. Моей семье угрожали. Я должен быть там. Прошу вас, успокойтесь. Я понял. Ваша позиция ясна. Что-то добавите? Нет, ничего. Ваше слово, адвокат. Я все изложил письменно. Я прочел. Со своей стороны, я считаю арест законным. Ибо речь идет о пособничестве преступнику. Есть ли возражения у прокурора? Возражений нет. В избежание фальсификации системы доказательств я присоединяюсь к вышесказанному. Инспектор, мы закончили. Не беспокойтесь. Фильм озвучен телекомпанией ТВ-центр. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Мы с ним тут деликатничаем Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну же! О, легавы, тебе конец. Понял? Перестаньте, остановитесь. Надзиратели в душевую. Здесь драка. Ты что, вытворяешь? Но ты отсюда не выберешься, скотина. Мы тебе все кишки выпустим. Охрана! Увидимся еще. Прекратите немедленно. Охрана! Смотрите-ка. Для кого было припасено это перышко? Для меня, начальник. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Садитесь, пожалуйста Добрый день, хорошие новости Я мог бы изменить меру пресечения, не выходя из моего кабинета, но хочу поговорить с вами лично Анна Консу, инспектор полиции, к счастью, жива Вчера ночью она вышла из состояния кома, а сегодня утром смогла сделать заявление, которое снимает с вас все подозрения Значит, я могу сейчас же уйти? Совершенно верно И примите наши извинения за то, что случилось Мы ведь отвечаем за все, что случилось в тюрьме с вами Вам было очень тяжело? Больно? Да нет, случалось и похуже Слушайте, я хочу рассказать вам все Все сначала и до конца Это можно и потом Сейчас вы, наверное, хотите увидеть жену и дочь Нет, я хочу рассказать обо всем Что мы с Тони планировали сделать и что нам не удалось Довица ареста Грума Если вы не возражаете, я хочу сделать заявление Если вы готовы, можно начинать Я готова Хорошо, пожалуйста Вначале мне угрожали Как и всем остальным предпринимателям Я знал, что Тони и Анна уже вышли на Груму и его автосалон Угрозы усиливались Они даже выкрали моего сына Тогда я не выдержал и решил, как бы, подыграть им Не выдержал бы Угроза 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 А, наконец-то. А вы пришли вовремя. Входите. Не желаете кофе? А, может быть, перекусите? А вы пойдёте с нами. С вами? Что-то новенькое? Я вовсе не обязан. Да, конечно, но дело вот в этом. Что это значит? Что это? Это ордер на арест. У вас есть 10 минут, чтобы собраться, чтобы позвонить вашему адвокату. Это всё Гуидо Джероза. Передай Дебелесу, чтобы он начинал действовать. Пришёл его час. Ты уверен, Винченцо? Дебелес не испортит дело. Я тебя не спрашиваю. Я хочу, чтобы ты предупредила Эрнеста и послала его к Дебелесу. Он должен передать ему, что сейчас я хочу, чтобы тот устроил бойню, и пусть Эрнеста найдёт мне какого-нибудь профессора, который придёт ко мне в тюрьму и сделает заключение о моём здоровье. Пусть Эрнеста будет очень осторожен. И ты тоже. Если вы не вытащите меня, с вами расправятся. Так и передай ему. Так и передай ему. Так и передай ему. Продолжение следует... Продолжение следует... Мне жаль, что такое с вами случилось, сеньор Джероза Мы перешли с ты на вы Это шаг вперед Это просто грандотель, кто-то приезжает, кто-то уезжает Иуда, грезный предатель, червяк, ты не человек, ты дерьмо Ты дорого мне заплатишь за это Еще не родился тот, кто может обмануть венчанца Грома Иуда Увидимся в суде Не будет никакого суда Много чего еще случится до того, как я сяду на скамью подсудимых Ты еще пожалеешь об этом, легавый? Пожалеешь? Гуида Гуида Мара Ты не представляешь, как я хотела тебя увидеть Ты отрастил бороду Как Сандра? Ничего Почти ничего Физически ничего Врачи говорят Что она уже выздоровела Но она все время молчит Целый день сидит у окна и молчит Не плачь, Мара Все пройдет Грома в тюрьме, я думаю, надолго А мы должны быть как можно ближе друг к другу Быть терпеливы Должны быть вместе Да Сандра Сандра Только я виноват в том, что случилось Я пошел на слишком большой риск Но я должен был это сделать Мы могли попасть в такую паутину, что не выбраться Я не мог сидеть, сложа руки и ждать Ты понимаешь? Я должен был это сделать Я себе никогда не прощу Что подвергал тебя и Луку в опасности Что заставило вас так мучиться? Скажи хоть что-нибудь, не молчи Паутина Подвал Мучения Мучения Все это позади Мы все должны выздороветь Но для этого надо действовать Действовать всем вместе Вместе, Сандра Паутина Спасибо за просмотр! Сандра Паутина Сандра Паутина Сандра 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 Итак, Паутина Мы, мы мы начали сказать о моллусхе, мы говорили, что, sicuramente, у家, выравнили, или больше позднее их сосны, но у них есть также также другие животные. Вы знаете, мы которыми он должен Финдового имущество, «Октопод». «Но, не так! Он так, не так! Он так, и так! Не так, что ты сейчас поменялся! Возвращайся! 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 понять гуида только что ты решил делать что я могу почти ничего сегодня вечером я созываю членов ассоциации торговцев правильно делаешь а или варварно салат а что это сегодня тратить и на кое-каке наこと не только но и в и а а в и она и и и и Кто знает, может, они решили, мы мы, мать. И даже мой мой мой, Дарьяч. И они уничтожили в такие условия. Я хочу сказать, что-то. Говорит, что-то, мы не можем говорить о вербале ничего. Мы не можем говорить о правиле, поэтому мы не можем... Но я хочу сказать, что-то. Можно, господин Гуидо? Конечно, я хочу сказать. Говорит, что-то, я хочу сказать. когда ты плачешь на голове, ты не подожди. Несколько человек. Була ночи, Сирия. Була ночи. Турин. 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 Как ребенок? Хорошо, но ему уже неудобно. Слишком честно. Я хочу, чтобы когда он родится, ты был уже на свободе. Хочу добиться твоего домашнего ареста. Я написал заявление о том, что ты тяжело болен, и прошу медицинского заключения. Я кто врач? Профессор Девергатини, с кафедры медицинской патологии в Турине, онколог. Нам сказали, что с ним можно переговорить, и Эрнесто уже действует. Но тот требует кучу денег. Деньги не проблема. Дайте сколько хочет, и скорее закончим. Только это меня интересует. Сделают рентгеновские снимки, а потом их заменят снимками настоящего больного. Думаю, если все пойдет как надо, через пару недель ты выйдешь. Вы молодцы, ты, Эрнесто. Я сумею вас отблагодарить, когда выйду из этого свинарника. Сейчас в тюрьме, когда я смотрю на тебя, ты мне кажешься еще красивее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Sì, ma va bene lo stesso In cameretta tua prima stavo cercando, come si chiama, l'ultimo di Springsteen Sai dov'è? Adesso facciamo una cosa, è una bella giornata Ci mandiamo a città, in un negozio di dischi e ci perdiamo tutta la novità Questi sono vecchi di almeno tre o quattro mesi Che ne dici? Vabbè, me la faccio da solo questa passeggiata Non ti faccio un po' pena DimaTorzok 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 Ну что ты говоришь, рехнулся. Давай, давай, входи. Пойду возьму куртку, Гуйдо. Если ты не против, я поеду с тобой. Как дела, Гуйдо? Хорошо, хорошо. Устраивайся. Хочешь что-нибудь выпить? Слушай, через несколько дней начнется суд над Винчанцем Грумо. И поскольку я помог комиссару Тони, которого потом убили, я стал главным свидетелем. Да, я читал в газете. Однако, перед всем том, ты не пришел прошлым вечером в ассоциацию? А ты еще надеешься на ту ассоциацию, на тех четырех роликах? Даррио, если бы когда-нибудь кто-нибудь пришел, ассоциация могла бы предъявить иск. Папа, я еду с Гуйдо к Сандре. Еще увидимся. Как ресторан? Дело идет? Плохо. После того, как газеты писали, что я связан с преступниками, стало меньше посетителей. Потом опубликовали правду, но ничего не изменилось. Прошлым вечером я не был в ассоциации, но я пошел к судье. Зачем? Я решил выступить на суде свидетелем. Правда? Конечно. Думаешь, я не буду свидетельствовать против этих ублюдков, которые разрушили нашу жизнь? Что ты так на меня уставился? Приезжай к Сандре, не заставляй ее ждать. Я должен попросить у тебя прощения? Должен. Вот тебе моя рука, если тебе не противно. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Покашляйте. Покашляйте. Так, хорошо. Еще покашляйте. Одевайтесь. Профессор, но в чем там дело? Видите ли, объективное исследование подтверждает то, что показала рентгенограмма. К сожалению, наблюдается опухоль. Большая опухоль. Теперь проблемы с тюремным врачом. Он потребовал твое личное дело и новых медицинских обследований. Это главное препятствие. Кто этот парень? Он что, идиот? Чем занимается Эрнеста? Он ему обещал денег? Он молодой верующий. Избрал работу в тюрьме как свою миссию. Можешь представить? Обратитесь к профессору. Пусть он скажет свое слово. Что? Деверготини? Он получил неплохой кусок, а теперь у нас в руках. Назад ему хода нет. Поезжай. А что может Деверготини? Что было надо, он уже сделал, так? И что я ему теперь скажу? Эрнеста, подойди-ка сюда. Чувствуешь? Он толкается. Да, чувство. Он торопится выйти на свет. Алида, почему бы нам не бросить все это и не уехать куда-нибудь? Наш сын вот-вот родится. Твой муж в тюрьме. Для чего же мы стараемся вытащить его? Потому что так он ничего не подозревает. Его друзья тоже. И нам надо, чтобы он провернул свое дело. Тогда, получив свое, мы все сделаем. Если бы ты знала, как не тяжко осознавать, что после родов он снова будет прикасаться к тебе. Это не будет. Мы его избавляем. Эррико, кто контролирует этот живот? Даже твой муж не боится. Не думай, что есть время. Алида, Сэнти. И его. В общем, Фаласки, эта публика не шутит, понимаешь? Если ты мне поможешь, получишь приличную сумму. Но в первую очередь тебе будет обеспечена работа при университете. Ведь это лучше, чем работа в тюрьме. Да, в университете я был бы уже ассистентом. Молодец. И ты ненадолго останешься ассистентом. А ты знаешь, сколько всяких сынков, сынков и племянничков стоят в очереди, чтобы получить тёплое местечко и хорошие деньги при этом? Нет. Не имею понятия. А что? Сколько тебе лет? Шесть дней назад исполнилось 30. Прекрасный возраст. Читал Бальзака. У него есть персонаж, который вместо того, чтобы нанять солидного адвоката, обращается к никому неизвестному новичку, потому что считает, что нельзя подкупить человека моложе 30 лет. А у тебя только шесть дней лишних. Каких-то шесть дней? Словом, доктор, что будем делать? Поймаем фортуну за хвост. Хочешь очень скоро занять эту кафедру? Или нет? Нет. Сможешь идти? Или отнести тебя до машины на руках? Только если упаду в обморок. Давай, не стесняйся. Это очень хорошо, что ты приехал за мной. Спасибо, Гуидо. Но откуда ты узнал, что никто не придет проводить меня? Тони мне сказал, что ты живешь одна. Так и вы, мужчины, склеятничайте. Та имеет любовника, другая жениха, а эта разведена. Молодцы, нечего сказать. Я однажды спросил, Тони, почему он не ухаживает за тобой? Вы оказались прекрасной парой. И что он ответил? Ответил, что еще как ухожу. Но ты сказала ему нет. Он вообще был странный. А ты только что разошлась с мужем. Я знаю об этом. Мне не хватает, Тони. И мне тоже. Пойдем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Sei sicura che non ti serve altro? Come farai da sola? Non ti preoccupare, è tutto a posto. Vedrai fra un paio di settimane starò meglio di prima. Per qualunque cosa, una telefonata e arrivo. Ciao. Ciao. A presto. Вот, сеньор Грумо. Спасибо. Я бы предпочел подписать другой диагноз. Ваша опухоль злокачественная. Вы меня не знаете, доктор. Я могу быть еще более злокачественным. Надзиратель, отведите его в комнату для допросов. Прокурор хочет его видеть. Зачем? Понятия не имею. Учитывая то, что вы тяжело больны, я вынужден освободить вас, хотя убежден, что вы один из самых отпетых негодяев. Простите, скажите, вы должны задавать мне вопросы или читать мораль. В эту самую минуту моя жена рожает. Если вы не против, я бы поспешил к ней. Вы пойдете тогда, когда я скажу вам все, что считаю нужным. Расследование вашего дела продолжается. У нас есть ряд свидетельств, не считая доказательств, полученных благодаря синьору Джероза. Сообщаю вам также, что суд возбудит ходатайство против вашего освобождения. То есть мы потребуем нового медицинского освидетельствования. Потребуется время, но вскоре вы, синьор Грумо, снова станете нашим гостем. Продолжение следует... Продолжение следует... Время. Субтитры делал DimaTorzok Uno col nome mio, per continuare la storia della famiglia Noi del sud ci teniamo a queste cose, mica come voi che avete studiato a Milano Lui ancora non lo può sapere, ma io ci ho già fatto il programma Appena fa sei anni, va a scuola, a dodici anni è a caccia A quattordici avrà l'età per andare a puttane Ce lo porto io di persona a fargli conoscere le femmine Appena Alida sarà di messa, lo festeggerò a modo mio Faremo una grande festa, con pochi invitati, ma buoni Con lo champagne francese e tutto il resto Tu che cosa ne dici? Sì, è una buona idea Alida sarà contenta Sì Sarà sicuramente contenta Vi volevo dire che la settimana scorsa sono stato di nuovo a Saint-Vençain Ho sistemato le ultime cose con Vinicio Mendez, la Colomba È tutto a posto Il carico è già in Europa E anche noi siamo a posto Ho convertito buona parte dei soldi in pietere preziose Non le voglio sentire queste cose Ci penseremo dopo al lavoro Ora voglio godermi questo figlio della buona sorte L'unica cosa che non posso fare a meno di fare la farò domattina Fammi trovare la macchina pronta, le nuove spaccate Sì, sarà fatto Grand Hotel Grand Hotel Кто приезжает, кто уезжает Нет, я не сбежал Я под домашним арестом Кажется, у меня рак Нет, ты не болен Ты сам, как раковый опухоль От 8 до 10 Я должен проходить в больнице химиотерапию И вот, проезжай мимо Ну и проезжай, ты уже опаздываешь Поеду Не бойся Но хотел тебе сказать Знаешь, кто мы с тобой? Один умирающий разговаривает с таким же умирающим Разница та, что я лечусь А для тебя надежды нет Ты уже мертв Я бы этого не стал делать Сразу поймут, что это сделал ты Не думаю Ты забываешь, что родственники того, кого убил брат моей жены Имеют для этого прекрасную причину Известие, что ты укрыл его А он попался Славом, неудивительно, что они имеют зуб на тебя А эти люди привыкли мстить Это у них в крови Славом, они тебя убьют Ах ты, подонок Всего наилучшего Славом, неудивительно Славом, неудивительно Так не уйдет Как не уйдет К Carl. Ах ты, подожди Игорь – Благодаря Продолжение следует... 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 Тогда мы с тобой пошли ловить рыбу. Помнишь, ты заставил меня взять палатку, хотел играть в скаутов. И мне в волосы воткнул перья из твоего костюма, индейца. И оказался себе таким смешанным. Ты куда-то побежал, и я еле успел схватить тебя за руку, чтобы ты не свалился в реку. Осторожней, Лук, а ты смеялся, не понимая, что могло случиться несчастье. Я хотел тебя отшлепать, но для тебя это была просто шалость, и ты прижался ко мне крепко-крепко. А для чего еще нужны отцы? Чтобы уберечь детей от несчастья. Разве не так, Лука? А я тебя не уберег. Прости меня. Папа! 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 Не входи. Не хочу, чтобы ты его видела. Папа! Папа! Спасибо. 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 Пойдём. Не прикасайся ко мне. Спасибо. 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 Слушай внимательно. У меня мало времени. Я должен кое-что сообщить тебе и попросить об одолжении. Информация такая. Я только что узнал, что скоро сюда, в Бьеллу приезжают наши старые друзья Капаторта и Каноза. Как видишь, я держу слово. Я обещал дать его тебе, когда наступит нужный момент, и сейчас этот момент настал. Отправь его в ад. Когда они приезжают? Капаторта. Его везут сюда, чтобы он дал показания против меня. Он будет говорить с судьёй. Ну, конечно, сначала его доставят в полицейское управление. Будет большая охрана. Это будет непросто. Простые дела мне никогда не нравились. Ты должен будешь убрать и Капаторта. Кажется, и он тоже решил развязать язык. Капаторта. Капаторта уже старик, его время прошло. Я давно так думаю. А о чём ты хотел просить меня? Да. Маленькая просьба. Я устраиваю дома вечерок по случаю крещения сына. И хочу, чтобы ты был. У тебя в доме? Это не опасно? Нет. Потому что в эту же ночь я уезжаю из Биеллы. То, что мы должны были сделать здесь, на севере, мы уже сделали. И остались из надёжных ребят только мы с тобой. Остальных растеряли по дороге. Окажи мне эту услугу. И я их не смогу. Это не так. Устались. И я не смогу. Остальные тёжки. Эх, ну все. Остальные тёжки. И я на северные дни. Я не смогу. Эх, ну все. И я не смогу. Эх, ну все. Продолжение следует... Пуртрофоу, tutti gli impiantи hanno subito gravi danni. Серка qualcosa, signor Gerosa? Ci doveva stare un gattino da qualche parte. L'avete visto? No. Bisogna rifare tutto l'impianto elettrico. Anche quello telefonico. Certo, è un lavorone. Ti immagino. A lei andrebbe bene tra due settimane. Tra due settimane? Sì, resistemiamo a tutto in due giorni. Ci mettiamo anche il tempo libero. Ma io non lo so. Non lo so se riaprirò. Come non lo sa? Lei deve riaprire, non possono vincere quelli. Guardi, se non trova chi le dà una mano, ci veniamo noi i primi tempi a fare i camerieri. A costo di prenderci un paio di mesi di ferie. Grazie, grazie molto. Nicio. Vieni qua. Bravo. Sei un bravo gatto, eh. Bravo. Vieni qua. Non vedi qua. Vieni qua. Субтитры создавал DimaTorzok Сандра, маленькая моя, маленькая, привет, мама. Я все повидал, фашизм, войну, и вот сейчас это. Да. Берегите Сандру и Мару, заботьтесь о них. Конечно. Двадцать лет назад в этой комнате мы обнимали друг друга. Помнишь? Прятались, словно дети. Послушай, я должен ехать в Бьеллу по делам. Скоро вернусь. Так, бюрократическая волокита, заявление, страховка. Сначала женщины и дети, так? Как в спасательных шлюпках. Как на войне. Спасают выживших. Уступают очередь женщинам и детям. А потом мужчины идут в бой. Именно это ты и хочешь сделать. Они добились своего. Ты стал таким же, как они. И они тебя убьют. Потому что они сильнее тебя, Гуида. Тебя убьют. Как убили Луку. Или убьют твою душу. Как убили Майю. И Сандры. Уходи, Гуида. Уходи навсегда. Уходи и не возвращайся. Когда захочешь повидать Сандру, переговори с моими. О ней предупредят, и меня не будет дома. Я не хочу больше тебя видеть. Никогда. Конечно, в таком состоянии продавать его невыгодно. Но что остается? Да, я знаю. Что бы ты ни решил, мы будем согласны. Спасибо. Правда, спасибо. Прощайте. Прощай. Когда ты вернешься, папа? Не знаю. Заботься о маме. Конечно. Прощайся. Спасибо. Девушки отдыхают. Хорошо. Гуидо, что случилось? Мне нужно поговорить с кем-нибудь. Или я сойду с ума. Я могу переночевать у тебя. Девушки отдыхают. Это... Это Рико де Беллес. Это он отнял у тебя, Джерардо. У меня он отнял лук. Но оба раза он был только исполнителем. И тогда и сейчас руководит всем Грумо. Мы за ним следили вместе с Джерардо. Я сам дважды висел у него на хвосте. Джерардо кое-что обнаружил. Он об этом говорил мне, но не успел собрать доказательства. И что ты собираешься делать? Говорил судьей? Нет. И когда собираешься? Не знаю. Да и что могут судьи? Рико де Беллес скрывается. Грумо только что выпустили. Тони погиб. В управлении полиции ожидают замену. А между тем, они продолжают свое дело. Знаешь, я думаю, я думаю, что вышел на нечто большее, чем вымогательство. Не понимаю, что ты хочешь сказать, Гуида. Я не знаю. Не совсем понимаю даже, что говорю. Я совсем запутался. У меня больше нет дома. Мара не хочет обо мне даже слышать. Она считает, что я виноват в смерти Лука. И в том, что случилось с Сандрой. И она права. Права. Нет, не права. Виноваты те, кто вас преследовал. Увидишь, со временем она это поймет. Но потребуется все твое терпение и любовь. Твоя и Сандра. У меня не осталось любви. Не осталось терпения. Во мне осталось только ненависть. Я должен сделать что-нибудь. Выпьем за здоровье моего ребенка. Прошу. Прошу, Эрнеста. За его здоровье. Я должен сказать вам несколько слов. Нас здесь немного, но от этого то, что я скажу, не менее важно. Этот год был для нас счастливым, лучшим в моей жизни. И в этом ваша заслуга. Ну и моя немножко тоже. Дважды я надул государство. Сначала заставив меня выслать сюда. А второй раз история со смертельной болезнью. А ты, Эрнеста, мне отдал этот горд. Ты буквально обглодал его, словно собака-кость. А ты, Алида, подарила мне сына. Что может еще женщина? Конечно, если бы ты была еще мне верна. Но невозможно получить от жизни все. Что ты говоришь, Винченцо? Твой-то выпил лишнего. Нет, не выпил. Я никогда не пью, когда делаешь что-то важное. И об этом я знал с того момента, как ты только сказала, что беременна. И знаешь почему? Я тебе никогда не говорил. Даже заставлял поверить, что это твоя вина. Но именно я не мог иметь детей. Это я, который в постели мог двести женщину до полусмерти. Но Господь решил, что у меня не должно быть детей. Но Винченцо Грума сильнее Господа. У меня есть сын, и никто его не сможет отобрать. Что ты говоришь? Не понимаешь? Я ухожу и беру с собой ребенка. Я скроюсь. А когда закончу все дела, через пару недель я уеду отсюда. Что же вы повледнели? Не бойтесь. Я у вас не трону. Вы мне слишком противны. Не хочу пачкать руки. Стой. Остановись. Остановись. Отсюда ты никуда не уйдешь. И ребенок останется с нами. Эрнест, ты играешь с пистолетиком? Этого ты не умеешь. Для этих игрушек нужны люди вроде него. Хорошо, что ты стрелял с глушителем. Это была хорошая идея. Мой сын не проснулся. Я уезжаю. Начинай собирать деньги. Как я тебя найду? Я сам разыщу тебя. Занимайся делом. Хорошо. 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 Девушки отдыхают. Завтра вернёшься сюда. Сейчас, идив в дом Эрнеста, уничтожь все бумаги и компьютер. Дискеты. Словом, всё, чем играл этот мальчик. Куда сейчас везти тебя? В Геную. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует... 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 Какая тишина. Какая тишина. Обработать эту землю. Потом появился водопровод. Когда уже работал мой отец. Знаешь, что однажды сделал мой отец? Как-то утром он посадил меня и моих братьев в фургон и повез нас с горы показать источник. Оттуда вода поступала в наши дома. Сколько воды я выпил с братьями в тот день. Мы пили, пили и не могли остановиться. Не пейте так много, говорил отец. Вы как лягушата. Это был день моего рождения. Мне исполнилось 11 лет. И отец сделал мне такой подарок. Сейчас с пулей цветет вишня. Ты никогда там не была? Нет. Я знаю Сицилию. Я там родилась. Чего мне больше всего не хватает, так это море. Оно такое нежное, такое сильное. Иди сюда. Конечно, Италия такая разная. Где-то еще снег. А у нас уже едут к морю. Как два мира. А на самом деле один. Я бы никогда не уехал оттуда. Если бы не обстоятельства. Но я не жалею. Здесь было хорошо. Было хорошо до тех пор, пока зло, которое было там, не пришло сюда. Везде стало одинаково. Насилие, произвол, страх. И тишина. А люди боятся. КОНЕЦ Деньги, добытые в вымогательстве, он вкладывали с Орнеста в различные банки. Но почти всегда в Цюрихе. Доступ к щитам, помимо Эрнеста, имел кто-то, обозначенный как сок. Вот, посмотри. Сок. Я знаю, что это означает. Это инициалы священной объединенной короны. Я слышала об этой короне. Здесь говорится, что все банки имеют связанные между собой счета. Но несколько дней назад часть вкладов была обращена с какие-то ценности. Но во что именно? Удар, возможно, в иностранную валюту. Нет, потому что должен был быть эквивалент произведенного обмена. Нет, это что-то другое. Но что? Не знаю. Разумеется, это золото, драгоценные камни. Есть правила, как это отмечается, но правила эти не очень четко оговорены. А каким числом это обозначено? Вчерашним. Какова общая сумма? 60 миллиардов. Вот свиньи. Эрнесто часто ссылается на кого-то, кого он встретил. Он его по-разному называет. То-ка, то-кол. Но, по-моему, это одно и то же лицо. Извини, что это коды телефонов? Да, это давнишняя история. Она относится к тому времени, когда год назад Грума был выпущен из тюрьмы. Человек, фамилии которого, начинается на Ка, или Кол, отвечал по этому номеру 0057. Речь идет о международных переговорах. Это код для вызова Латинской Америки. Коломбо. Да, это Коломбо. Неужели? Это колумбийский торговец кокаином, который с недавних пор действует в Европе. Нам уже сообщили о нем. Его настоящее имя Винничо Мендес. Надо связаться с Римом. Значит, Груму? Мог вести переговоры с этим колумбийцем о большой партии наркотиков? Конечно. Имея 60 миллиардов, добыть их путем вымогательства. Да. Вполне возможно. Надо срочно ехать в отдел. Имея 60 миллиардов, Мне хочется, я хочу, я хочу. Я хочу. Продолжение следует... 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 Помнишь? И вот ты в моих руках. Не убивай меня. Не убивай меня. Не убивай меня, не убивай меня. Не убивай меня. Не убивай меня, не убивай меня. Они были любовниками. Этого мы еще не знаем. Это знаю я. Женщина такие вещи понимает. Достаточно было одного взгляда на них. И так грубно. Все говорит за то, что он был достаточно опасен. Теперь ясно, что он выдумал эту историю цопухую. После этих двух убийств он ударился в бега, понимая, что его разыскивают. Он хочет исчезнуть. Вероятно, за границей? Да. Возможно. Что может означать, по-твоему, появление Винничо Мендеса в Геннери? Должно быть, он ждет партию кокаина. 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 Синьор Грума, вы уверены, что сицилийцы не хотят участвовать в этом деле? Уверен в том, что я не хочу, чтобы они участвовали. У меня всегда были с ними хорошие отношения. Их неучастие создаст для меня определенные проблемы. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Мы с вами на рынке. Дело можно иметь с тем, у кого на руках бумаги, а они как раз со мной. Они оцениваются в 60 миллиардов. Синьор Грума, рынок жесток. Если бы я вам сказал, что сицилийцы предложили мне более выгодное дело, я бы сказал, что вы блефуете. Не играйте со мной, синьор Мендес. Я ведь не вчера родился и хорошо знаю законы рынка. Не существует в мире никаких Коломбо, которые позволили бы себе устанавливать в Палермо цену на кокаин. Банк держит Коза Ностра, Нивы. А она цену знает. Я предлагаю на 10% больше. Как вы намереваетесь провести обмен? Как будет удобно вам? Хорошо, синьор Грума. Мы впервые сотрудничаем. Но, надеюсь, не в последний раз. Вы умный человек. Но я хотел бы, чтобы уступки были взаимными. Ваши 60 миллиардов меня могут устроить, но я хотел бы получить их наличными. И только наличными. Вы согласны? Наличными невозможно. Сожалею. Или наличными, или сделка не состоится. И что же вы думаете делать с непроданным товаром? Отправите обратно? Мы на рынке. Как вы заметили. И покупатели найдутся прямо здесь. У меня... есть 60 миллиардов наличными. Но мне нужно время их собрать. Максимум. Через два дня я смогу их передать вам. Меня это устроит. Акси. Должен передать завтра или послезавтра. Винченцо Грумо ведет очень опасную игру. Он напрямую ведет переговоры с Колумбо. Поэтому он убил Капаторту. А также раскаявшего Саконоза. Нет. Нет, это ложный путь. Убийство Каноза это сведение счетов. Своего рода подарок, который Дебелес сделал самому себе. Другое дело убийство старика Капаторта, который был важной фигурой, связанной с Коза Ностро. Сейчас Грумо остался один, больше никого нет. У него есть Рико Дебелес. Рико Дебелес? Да. Как только он закончит дела, он даст Рико немного денег и отправит его на пенсию. Гуидо, посмотри. Что? Кое-что расшифровали. Кол, го, ша, ге. А это вчерашнее число. Да, вчера у них была встреча. Кол это Колумбо, то есть Мендес. Го, не знаю, уже вероятно, Женева. Гуидо, Гранд Отель, Гранд Отель в Женеве. Или в Генуе. Но ша означает Швейцария. Как сочетается Швейцария с Генуей? Стой, Колумбо, Гранд Отель, Генуя, Швейцария. Дай мне подумать, дай подумать. Но возможно, Гуидо, ша, это не Швейцария, а шикарный. Эрнесто или Грума должен был встретиться вчера в шикарном Гранд Отеле в Генуе с Колумбо. Да. Возможно, это так. И мы в очередной раз опоздали. Нет, нам надо попытаться. Мы должны туда поехать. Но пойми, может быть, все это фантазия. Как мы говорим? Возможно, один вариант из тысячи. Гуидо, пусть даже из миллиона. Мы должны побывать там, попроверить. Согласен, едем. Тут вся сумма. КОНЕЦ Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Жаль, что апартаменты заняты. Нам говорили, что они великолепны. К сожалению, заняты, сеньора. У вас свадебные путешествия? Нет. Любовный порыв. Понимаю. В таких случаях апартаменты как раз то, что нужно. Комукно завтра не освободятся? К сожалению, нет, сеньор. Сеньор Гутеррес недавно сообщил нам, что остается еще на два дня. Ладно, просим сеньора Гутерреса. Возможно, у него свадебное путешествие. Нет, он один. Вернее, со своими коллегами. Они занимают все левое крыло. Можете себе представить. Вы, в общем, целая армия? Да. Тогда возьмем обычный номер. Спасибо. Что это? В твое время такой техники не было. Передвижная станция перехвата. Что думаешь делать? Хочу поставить в апартаментах Мендеса подслушивающее устройство. Только так его можно изобличить. В апартаментах ты сумасшедшая. Не более, чем ты. Если он остается только на два дня, у нас не так уж много времени. А как ты войдешь? Удобнее всего в тот момент, когда кончают уборку номера. Я думаю, сделать это завтра, ближе к обеду, когда он уйдет. Заказать что-нибудь? Нет. На этот раз не голодная я. На ночь я устроюсь здесь. Нет. 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 Эту ночь ты проведешь со мной. Я не знаю. Не думаю, что... Я в себя ничего не прошу. Не жду объяснений в любви. Ты красивая. Очень красивая. Но ты меня не знаешь. Всегда я знаю тебя. Ты такой же, как я. Мы оба одинокие. Мы оба одинокие. Лишь неidać ни на себе. Мы оба. Я беру ее. Уīлзи. Ну 된 jesteśmy. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что желает синьор? Не спится? Я вообще плохо сплю У тебя красивый ребенок, очень красивый Растет крепким, как ты Растет крепким, как ты Растет крепким, как ты Буду отсутствовать несколько часов Гуидо Субтитры создал DimaTorzok Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Что с тобой, Лука? Добрый вечер. Дай-ка мне на него взглянуть. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я тебя люблю. Добрый вечер. 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 Здесь все. Добрый вечер. Прекрасно. Добрый вечер, сеньор Мендес. Администрация отеля просила меня показать вам номер 237, чтобы вы сказали, подходит ли он для вашей подруги. Я не понимаю. Пройдите со мной, это займет несколько минут. Я не Мендес. Неважно, кто вы. Вы, вероятно, работаете с сеньором Мендесом. Вы из его сопровождения? Да. Мы так измучились, подыскивая номер для подруги сеньора Мендеса, которая пребывает сегодня ночью. Будьте любезны, пройдите со мной, чтобы определить, устраивает ли вас номер или нет. Чего вы ждете? Пожалуйста. Прошу. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 И больше это никого не касается. Если я чего-то не сделаю, то все кончится так, как ты сказала. А если сделаю, знаешь, чем кончится? В моих руках будут люди Грумо, Коломбо и родители того мальчика, который проведет несколько лет на каторге. Иначе мне остается только бежать как можно дальше. Ой, да не думаю, что это правильно. Не думаю. На моем месте ты поступил бы так же. Нет. Я не должен подвергать опасности Мару, Сандру или тебя. Нельзя жить в постоянном страхе за тех, кто тебе дорог. Делай, как я тебе сказал, Анна. Уходи. Прошу тебя. Неужели ты не понимаешь? Это безумие то, что ты хочешь сделать. Возможно, что это безумие. Но тогда лучше быть одному. Хорошо. Сделаем, как ты хочешь. Анна. Кому-ка, я благодарю тебя. Гуида, прошу тебя. Иди. Пока, Гуида. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Да, дедушка, я здесь. Бабушка говорит, что накрывает на стол, просит тебя помочь. Иду. Прежде чем пойдешь, загляни в почтовый ящик. Уже три дня задерживается пенсия. Сейчас посмотрю. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Дедушка. Дедушка. Дедушка, твоя пенсия пришла, а я забыла покормить кота. Через две минуты я приду. Ладно, поторапливайся. Дедушка. Дедушка. Дорогая Мара, очевидно, это последняя возможность поговорить с тобой. Происходит такое, что я не знаю, буду ли я жив завтра, буду ли в этой стране. Недавно я тебя видел, а ты меня нет. Я подумал, что лучше написать тебе. В своей жизни я знал многих людей, которые что-то начинали, но мало кто доводил дело до конца. Мне предоставляется возможность завершить дело, которое несколько лет назад мы начинали с моим другом, с Джерардо и другими. Дело, за которое я был готов отдать жизнь. Тогда судьба меня пощадила. Как будет теперь, не знаю. Я хотел сказать тебе, что все, что мы пережили вместе до недавнего прошлого, до горя Сандры, до ухода Луки, все было прекрасно. Все. Сейчас у меня внутри нет ничего живого. И самым странным для меня стало слово «будущее». Фишка. 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 КОНЕЦ 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 Ты приготовил деньги? А вот они Я отнесу ребенка Нет, подожди здесь КОНЕЦ 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 Ваши паспорта КОНЕЦ КОНЕЦ Документы на двоих Да, на двоих Мы сделали, как вы сказали Имя и дата рождения настоящие, только фамилия другая Моя Хорошо Вы поработали отлично А вот 50 тысяч долларов Вы действительно муж и жена? Да У нас тоже сын Будьте повнимательнее к ребенку Не волнуйтесь, я взяла все, что потребуется Полотняное белье Соску Будьте спокойны Повторите еще раз, что должны делать Переходим границу, останавливаемся в Марселе В каком отеле? Снимаем номер И ждем Мы не должны звонить Не должны ни с кем встречаться И не вступать ни в какие разговоры с персоналом гостиницы Хорошо Мы ждем, когда Позвонят по телефону и спросят пелетьера Тогда забираем ребенка и отправляемся в порт Там находим яхту Яркая синева Сообщаем пароль И там находите меня с остальными пятью десятью тысячами Спит как ангел Вы хорошая пара Постарайтесь сделать все как следует Мне не хотелось бы приказать этому зверю, который сидит в машине, продырявить вам голову ГОЛОВУ Подожди Добрый вечер Паспорта, пожалуйста Постарайтесь Проезжайте Спасибо Спасибо Мы можем возвращаться в Генуэ Проезжайте Продолжение следует Выходи Что вы хотите? Давай выходи Что вы от меня хотите? Не понимаю. Не могу понять. Почему? Почему? Что я сделала? Я хорошо обращалась с ребенком. Я молчу. Почему вы хотите меня застрелить? Прошу вас. Не стреляйте. Не спиас. Сожалею. Сандра! 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 Сандра, ты где? Что ты там делаешь? Мы ждем тебя обедать. Все остыло. Сандра! Где Сандра? Сейчас придет, вот увидишь. Сандра! Ну разве я не была здесь с вами? Нет. Она пошла погормить кота и исчезла. Сандра, где ты? Сандра! Сандра! Но почему ее здесь нет? Куда она ушла? Ее не было с вами. Мара, куда ты? Успокойся, Мара, подожди. Куда же ты? Сандра! Куда ты пошла? Сандра! Сандра! Гуида. Сандра! Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают. Все. Попытайся принять благопристойный вид перед смертью. А ведь ты дрожишь. Ну что, слабо? Стреляй! Разделимся. Прочешем еще раз. Поддерживаем связь по рации. Сюда! Интерпол. Гуидаджи Роза ответственен за арест Грума и Мендеса. Сто тысяч долларов за голову. Гуидаджи Роза ответственен за арест Грума и Мендеса. Мы хорошо сделали, что вмешались. Факс от Интерпола, срочно. Гуидо. Только что пришла шифровка из Вены. Это касается тебя. Мафия считает тебя объектом. Номер один. Этого следовало ожидать. Это означает, что ты должен уехать и быть подальше от семьи. Иначе никто не поручится за их жизнь. Санта. 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 Ты должна быть сильной. Очень сильной. Ты о чем, папа? Еще не все кончено. Но ведь всех арестовали. Еще не все кончено. Как? Я должен уехать. Береги ее. Прости. 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 Продолжение следует. Ему необходимо покинуть Италию. Рано или поздно ему попытаются отомстить. Он очень беспокоится, но не за себя, а за вас, обеих. Когда он вернется? Не знаю, Сандра. Но вернется? Сможет вернуться к нам? Вернется, Сандра. Я в этом уверена. Фильм озвучен телекомпанией ТВ-Центр. 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 ТВ-Центр.